по правую руку от петра можно это самое несмотря на то что он помещение в кепке не надо не надо петь кепку сиди все работа уже пошла трансляция пошла вот идет смотрят три человека а я попадаю в кадр как попал так попал туда не очень попадаешь легко сева тебе надо ближе к столу солить я попадаю попадаете послать вот и открылся главная страница ну что алеша уже это имею ввиду сейчас тоже я понимаю какова повестка сегодняшнего дня ответы на вопросы ответы на вопросы до василий как вы поняли вместе много ли будет вопросов сегодня когда будете в казани или там я думаю что мы начнем hello to everybody we just started and we will wait здравствуйте все everybody сейчас прямо начинаем we'll go to our stream stream наш начинаем я перевожу а тут уже как переводит здравствуйте господа здравствуйте юрмала привет я думаю сейчас будем здороваться со всем пока мы здороваться знакомиться это денис это петруша это как там дима тоже алкоголик познакомьтесь это я нет а ты важно сейчас мы подождем пока все подключатся пока все по моему и рецептили трансляцию на все наши социальные сети hello to everybody be patient we are waiting until everything will work and drink кофе как фейсбук заработал все хочу у меня такая вот это можно исправить мне тоже неизвестный очень известный конус ты пьешь воду руси пошло прошло вконтакте по всеми нам нужны будут ссылочки на донаты на всякий случай они с кеми пожалуйста у нас в котором каталония у вас бюджет фл гелл оу а у бюджет был геллс а хоу сейф вики пин дэм по фью че концерт привет артавора всем привет никита ну стой смари алле зиппер сразу же с места в я планируются ли концертов сша не знаю о ли это мужчина или женщина уважаемый я планируется действительно сейчас идут переговоры и вероятно следующий год или ну я сейчас вы понимаете ничего не понятно уже конечно но уже идут конкретные переговоры поэтому до планируются концерты в сша так дорогие друзья вы понимаете что сегодня стрим не просто так стрим по поводу повод мы этот процессе нашей передачи придумаем а пока вам сообщаем что у всех ввиду того что недавно был например день театра культурного работника у всех у вас есть возможность а мы все-таки какое-то отношение к театру имели в том числе у вас есть возможность просто музыкантов немножко поддержать потому что да мы как и все вы остались без работы и честно говоря все наши концерты отменены на ближайшие пару месяцев уж точно слава богу мы успели во время масляничного тура немножко так сказать как код слезнуть сметаной и сливок и сделать небольшой запас на пару месяцев хватит этих денег потом все будет каюк поэтому если у вас есть возможность их уже нет купить уже в петра ведь уже уже речь или за рис а ты как кавертиру если у вас есть лишние доллары можете обменять по выгодному вам курсу на гречку у петра короче ребят на самом деле если это серьезно нам последние несколько дней стали часто писать там как вы там держитесь все будет в порядке и даже стали поддерживать деньгами мы очень благодарны этим людям которые это делают действительно музыканты артисты музыканты артисты попали сейчас такое странное положение да сейчас слегка даже безвыходная да ну большинство людей в принципе попадут если не сразу же то через какое-то время вот в это положение мы даем возможность вам если у вас есть такая возможность если хотите можете нас поддержать что-то не работает донат ошибка 404 серий все должно работать нам гроши пока по-английски сколько времени сейчас в бразилии лэс и дженн вот станет науэн бразил там человек в бразилии приветствует нас а лэс и джентльмэнсо for those ones who understand that at our yo is quite difficult position because we musicians and all the concerts are gone for some time you have ability to support the band so there are few links you can you can use them but of course this is not the main reason why we all here as you can see we have some eclair coffee so we are not starving but we just want to give you this opportunity and we'll answer your questions ask your questions we'll try to follow better english or russian we don't speak spanish or french так что ребят очень давайте сейчас потихонечку будем наступать даже чили а 20 12 06 в бразилии сейчас в аргентине тоже 12 06 твой номер настя грязно 12 06 я не знаю эту ночь нет тень конечно они же назад вместе с нами все работают селла талютина который помогает нам да а вот сообщение это люди наши патроны где а сейчас я объявлю на патрон благодарность да обязательно сейчас пока не кончится панта патроны стрелять посмотрите кто-нибудь в фейсбуке идет фейсбук все я смотрю да пске не ссылку тогда значит сейчас я бы хотел отдать дань уважения и чтобы наши вот товарищи мои в нашем уже да тоже тоже понимали что здесь есть очень короче у нас появилось несколько патронов людей которые на регулярной основе может хотя оформили подписку по поддержке творчества группа тава йо и сейчас я озвучу фамилии тюклей сначала на по-русски потом по-английски анастасия эйшен эртур кристофер лепок джерри дурант джои кинг palavra джон райть мастер лолипоп слава суприсер у fraser бимики стиль эйшен эл джои кин зовут ли experimental р this that was the names of the of our p 2 س and that was the names of the of our patrons who are making donations to our town Munthly basis and guys thank you a lot from this is very export class a and we appreciate your help you know it's really important thank you so much да что еще здесь можешь сказать просто да что вы тут уже моете собрались и колеры руки а тут хочу вот ты что-то все про деньги да про деньги что ты вообще как будто как зала я я должен был смотри вот тут из кубы пишут нам смотри очень смешная это самое я по-русски да можно тут по кубы ваша музыка лучшая речь в россии со времен перестройки и гласности но you know that was the question from cuba about perestroika and glasness respect it was respect so it's very nice that you are that you know what kind of music we've had during the perestroika and glasness period it was kind of funny music не там не про музыку а вообще ну я понимаю что с тех кто с тех пор надо было то я может просто не понял твой уже благодарю пожалуйста о забастING никита шаховцов малую толику закину спасибо саму нужно теперь тоже экономить да 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 никита мы это понимаем вообще разговаривайте по-английски пожалуйста говорит окей вылтшай most of you will talk to english and russian we are not able to talk only in one language because we have different people in different countries and cities если как раз уже звучит вопрос давай в общем ду юноу белое золото белое золото белое золото белое золото белое золото что-то знакомое очень вероятно я не знаю вы сейчас находитесь в частном доме сергей васин спрашивает мы находимся сейчас частной квартире алексея скосарева вот алёша что у меня да я бы не было задумка видишь и опоздал не не успел вас предупредить мы уже сто раз делали стрим все уже знают что где понятно но сегодня мы должны были быть в коммунальной квартире то есть в которой мы живем так это его коммунальные вообще было бы круто в халатах в тапочках а поюте ли вы а капелло кто-то с полотенцем на голове а капелло старые красивые русские песни мы может быть если дело пойдет мы может быть даже это сделаем вообще у нас сегодня был такой план нас к сожалению василий бас-гитарист тун-тун он сегодня не будет присутствовать а у нас был план так шмарас такие скажем ребята мы споемся какую-нибудь песню в конце стрима для вас а вы сами решите какую ну вот и она вас не придется поэтому на все просто как-то выкручатся мы все равно споем и сыграем и может быть все равно спросим все равно спросим короче если вы хотите чтобы мы что-то сыграли конкретное пришлите свой вариант мы посмотрим какой вариант будет наиболее часто встречаться эту песню ну нет нет давайте по этому критерию все-таки какой нам понравится ну да что мы можем в данных условиях без без юлии да да привет мейк сам хэви металл фон микс проджек пожалуйста а вярайтын мэкин дэс вяр макен капулов мисонса ванам дозу сонсан сэрис смол хэви металл человек он будет он будет ждать ждать так нас спрашивает не не сейчас но вы планируете тут по латинской америке точнее в аргентине буйонос айресе может быть еще как было бы прекрасно джереми эстебан спрашивает мы бы очень хотели я кстати не знаю джереми просто по-русски написал мы бы очень хотели конечно показать латинской америке это крайне сложно организовать но все может быть был был запрос из бразилии кстати на следующий год я бы съездил в перу у него очень интересно мачу пикчу так если у вас план на поездку в сербию ну ребят давайте так сейчас скажем так вот все вот вопрос такого когда вы приедете в волгоград или когда вы приедете в сербию они мы на них не можем ответить хотя вы виду того что непонятно когда все вот это безумие закончится потенциально да мы планируем и туда и сюда и у нас сейчас идут переговоры уже конкретные про германию чехию и что еще и польшу на ноябрь вот этого года и даже уже забиты определенные даты я знаю что берлине уже куплена целая куча билетов но увидите никто не знает вот когда спадет пандемия поэтому слушай давайте пока давайте пока друг давайте пока другие вопросы вопросы про приедем не приедем мы их пока но я нашел интересный вопрос давай михаил чернявский спрашивает 9 мая в день победы планируете сделать видеоролик который мы не планировали но это день поведен задуматься ну а это онлайн перевод понимаешь на португальский это важно да а ты озвучил человеку ответ тело пришли подал ссылку на трансляцию фейсбук а тут еще спрашивают как раз это самое по твоему вопросу добрый день мне можно подписаться на донат она дата рации это видимо чтобы мы датировать так друзья если вдруг кто-то хочет действительно сделать донейшен и не получается я кидаю ссылку для иностранцев for those ones who want to make the nation from abroad and somehow our links do not doesn't work so you can use another another one i just put it on paypal ребята где юля я говорю что людей края чтобы там на полтора метра нет это я говорил в самом начале они когда два метра говорят два метра так где юля юля сейчас своим малышом находится не ошибаюсь это что сочи да нет 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 а где в липецке в липецке ребят все нормально с юлей мы с ней репетировали у нас про разработку несколько песен и скоро вы надеюсь кучу скоро вы увидите и он пропустили пишет человек на английском мой дед был русским фермером ваша музыка напоминает мне о нем того что вы ребята играете русским народную музыку да да вот что дэвид сева эти послал ссылочку поставь ее тоже в описание давить его как кем теньки самач так фейсбука работает все вот важно в контактами послал вы так будет бегать туда-сюда нет ничего не пришло нет гном вернулся дом улез вмер самого себя где же сейчас restring так так ты меня послал какую-то ссылку на restring ребят в общем наш тем состоит из сидячих в телефонах людей что-то о каких-то плавных рассказать без вопросов нет мы же озвучивали петь будете будем светлана голубушка будем даст по споем на какой адрес мед отправить мед 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 все такое мед это милая ей но сейчас мы скинем ссылочку вот по идее кидаю вконтакте пока ссылочка кидается проведу рекламу провели рекламу на алиэкспрессе конечно заказывали всякие вещи это последнее что пришло с алиэкспресса 8 тибетских жемчужин прекрасный металлический чайник и маленький кирилл зайцев голубчик у нас стремим на специальный разговаривательный по что нас люди просили отвечать ответить на их вопросы кстати да кстати мы действительно сделаем онлайн-концерт самое ближайшее в будущем я думаю что через пару недель мы об этом объявим может даже сделаем пару концертов так чтобы следить за информацией сегодня мы будем разговаривать в конце чуть-чуть поиграем чуть-чуть а вообще от полноценный концерту мы сделаем ближай сам ближайшему будущем так ответы на вопросы ответы на вопросы самый ну очень очень интересный вопрос то есть а где юля уже быть все давно привыкли а вот а где лина нет а где пётр сообщаем пётр вот он так все данный шиналерс у нас не работают так-то сейчас все проверят я пока дам другую возможность и уже здорово из польши спасибо добрый вопрос привет из карелии кто там некий георгий георгий киев пишет нам привет из карелии очень нравится ваше творчество как давно вы общаетесь с нашими музыкантами и будут ли коллаборации для начала хотелось бы спросить у вас ребята что такое коллабораций и личными словами не выражаться сотрудничество хорошо по-русски сотрудничество но вот мы недавно выложили коллаборацию хотя это конечно не коллаборация это просто фит но если вы смотрите нашу зеленку то у нас уже было много очень удачных коллабораций одна из самых любимых наших это светлана бень с бенька увидели нет подожди я так понимаю что посмотрим далековато находитесь конечно но можем сколлаборационировали с ребятами ребятами из петроское да да у нас сереже зобниум и забыть как ты расскажи про это докаты расскажи а я не помню это много петрозаводке когда был концерт у нас Сева, ты делаешь, мне кажется, трансляцию на мой личный аккаунт, а не в Атаве. Это был фестиваль памяти деда. Да, это было в феврале. Деда из Мюллеритта. С некоторыми участниками Мюллеритта. Мы спели Дворника. А, мы с ними Дворника спели? Нет, мы Финскую Польку спели. Финскую Польку с ними сыграли. А Дворника не спели? Дворника они сами. Дворника мы спели с другими. С другой коллаборацией. С рижанином и макарбинистом. Как его зовут, я забыл. Эрик Зепс. Надо по-английски тоже объявить, где Юля. Друзья, друзья. Джулия в порядке. Она с ее ребенком. И с мужем. И с мужем. Она с мужем. Так что, ребята. Смейте. Они с мужем. И Юлия вернется. Я надеюсь, в середине апреля. И прямо после того, как она вернется, мы сделаем live concert. Live concert. For everybody with Julia. So, stay tuned. We will announce the date of live concert quite soon. And don't worry, we are working on new songs. Also with Julia. So, she is okay. Так, а у нас там был интересный вопрос. Оля Глазова пишет, что она лежит на диване и страдает. Страдает? Лежит на диване и страдает. Пусть выздораживает. Пусть выздораживает. Ольге Глазовой. Ольге Глазовой передаем наши пожелания с горячим выздоровлением. Да. Оля. Как раз переняли глаза. Ну ладно, не будем шутить. Хотел сказать, что коронавирус еще не приговор, но не буду. Не надо шутить. Зачем шутить про тёщу вообще? Петь будут, но не сразу. К вопросу. Петь будут? А может действительно спеть? У пети всегда разные носки. Спрашивают, это правда петь? Продемонстрирует. Действительно разные носки. В смысле на одной ноге, а другой на другой. В смысле на одной ноге? Как УПП длинный чулок. Можешь сразу две ноги продемонстрировать? А то вдруг передеваешь чулок. Нет. По отдельности. Ты сейчас снимешь их и покажешь. Да. Все. Я не могу. Тима мешает. Да не надо. А теперь тело заработало, Наталья и его все правильно. Одинаковые. Да. Пускай их свидетельно смотрится. Одинаковые. Оба полосатинки. Одинаковые. А почему такой вопрос интересный? Да. Вопрос, конечно, такой странный. Так, для прикола. Больше же ни о чем спросить. Фото, наверное, прилагался к тому. А что-то я не вижу, чтобы кто-то вообще за что-то голосовал. Все спрашивают, петь будут? Петь будут? А мы же в самом начале… Да. В самом начале мы говорили, что ваши пожелания нам помогут с выбором. Да. Мы не можем сделать, вы знаете, вот как там, такой опрос типа сделать вам на выбор 57 песен, которые у нас сейчас в репертуаре. Мы вам просто предлагаем самим. Присылайте ваши варианты. Мы будем посматривать и какие будут самые часто встречающиеся, оттуда что-то выберем. Ну и так будет нам понятно, что нравится, что не нравится. Это, скорее всего, никак не повлияет на то, какие песни мы будем. Петь на концертах дальше не будем, но все равно интересно. Тут Анатолий Анатольевич спрашивает, можно ли осиновым поленцем задонатить? Задонатить? Слушай, у меня дома два этих хотим из поленцем. Хотя, кстати, лучше березовым поленцем и желательно во Вселышко, на улицу Павловска, дом 56, Константину Николаеву. У него есть баня, и он жалуется, что я когда к нему приезжу, думаю, что тут дров мало. Вот, понимаете, и не помыться. Нэнси спрашивает, Have you ever been something else than musicians? Other jobs? If yes, which? Диня. Давай. Ты кто? Ты чих? Мы в основном ничем не работаем больше. А ты, может быть, по-английски ответишь раз по-английски. Спасибо. По-русски это типа, работают ли где музыканты? Работают ли где музыканты? Работают ли где музыканты? Многие у нас не работают. Но, например, Денис, он работает в хернитаж музее. Ну, он поднял, как лаборант или как-то там. Вешать картину там. He is hanging the pictures on the walls of State Museum Hermitage. Я был аккаунтант, и я работал около 20 лет как аккаунтант. И наш бейс-гитар-плеер сейчас, он учитель в какой-то университете. Никто не любит этого. Вопрос от Макса В. Когда еще Масленица в Новосиби? Ну, через год, вероятно. Гидрометцентр предсказывает, что Масленица в Новосиби наступит следующей весной. Так, у нас есть какие-то вопросы из Германии. Когда мы будем работать в Германии? Мы будем посетить вашу красивую страну в новом году 2020 года. Конечно, все будет уйти. Так, у нас есть концерт в Берлине на 6-м Новом году. И мы работаем на другие концерты. Так, возможно, это будет всю неделю концертов в Германии. Так, держите внимание на нашу веб-сайт. И у нас будет идентификация. И после этого, мы идем в Краков, Польша, на 9-м Новом. И на 10-м Новом году в Варсаве. А нельзя ли в Сербию заодно заехать и тут приглашают? Было бы неплохо. Слушай, тут интересный вопрос. Мы не поняли, может, ты нам разъяснишь? Специалист-специалист. Юзер-юзер нам пишет. Ребята, всем здоровья. Что вы думаете о динамике последних клипов? Пост Маруся. В скобочках. Пост Маруся. Ты следишь за динамикой последних клипов? Где это написано? Посмотрите. Вот. Что вы думаете о динамике последних клипов? Ну, в смысле, что их не так много, как просмотров. Давайте уточнить, а то мы сейчас начнем додумывать и додумываем что-нибудь не то. А, ты тоже ничего не понял. Нет, я все понял, но я хочу понять, что человек хотел нам сказать. Специалист-специалист. Как художник-художник. Понимаешь? Привет из Ростова. Песня «Прикитобоев», которую вы исполняли на французском языке. Расскажите о ней. Вы знаете французский или пели на слух? Как смогли достать слова песни? Отвечает Алексей Скотт. Песенка понравилась одной моей знакомой, которая знала человека, который изучал французский, в том числе старый. И он мог позволить себе приобрести коллекцию французских народных песен, 15 альбомов и расслушать их все. И, в частности, эту песню тоже нам досталась таким образом. И слова он смог, по-моему, написать другие или как-то так. Они народные, иногда меняются в зависимости от региона. Но, в общем-то, песня досталась таким образом. Перед человека, который живет в Москве и изучал французский язык. Это был давно. Хороший вопрос. Примерно в 2001 году. Пайперы. 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 Хорошо. Леонид, ты ответил? Я расскажу. Поскольку на английском вопрос. Может, на английский? Сейчас спроси. Так, это мы закроем. Так, сейчас, сейчас... Ничего себе у него имя. Джим Карлос Андраде де Карли. Пайперы. Возможно, осталось быть, как я люблю его. Стоит, ещё раз. Тампотом. Он барон, наверное. Внимание к нему, в нем спросил. Джим Карлос Андраде де Карли. Пайперы. Страшно мне об этом обратил. Это Пайперы. Самый «Галисийский Боругиевский Багпайп»? Или вы играет о другой типи Багпипов? Да, это Пайперы. Он играет о другом Багпипе. И, как я играл в теме, я играл в галисийский Багпайп. С этим я играл в Калисийске. Ты правил? I'll be able to play more on Russian bagpipe and to show you that there is a Russian bagpipe. I'll be able to play more on Russian bagpipe and I'll be able to play more on Russian bagpipe and I'll be able to play more on Russian bagpipe. I'll be able to play more on Russian bagpipe and I'll be able to play more on Russian bagpipe and I'll be able to play more on Russian bagpipe. It was an interesting question about how many shots, takes we did when we were shooting Ivan the crayfish in our video. So it was 22 times that we had to do that. Because we had some difficulties and it was really difficult to make everything in the right time. So 22 times. You are playing a concert in Germany in year 2020. We will play a concert in Germany in this year 2020 in November. I hope that by that month everything will be okay in the whole world. If not, we will move those concerts further. But let's think and let's count that by November it will be fine. Because actually we are planning to make a concert here in St. Petersburg in May. So… Так… Ой… Что это там заиграло? А, дорогие друзья, вот если вы обратите внимание, опять немножко про деньги проговорю. видите внизу такая зелененькая штучка это статус того сколько вот нам накидали денег если в зависит от того какая приходит сумма у нас танцует веселый парень тимонет ходил видеть традиционный русский dance то присылайте денежку и он станцует а когда зелененькая штучка совсем заполнится то мы сделаем то будет еще один неожиданный сюрприз да сейчас куда смотреть силы все опущу все нормально все работают в кадре хорошо я васил покажи улыбнись привет на иностранном языке I was watching one of your live shows on here where you outside where you play this Svetlana I introduced it to her you play this your adiulatet does she have a band yes she has a great band unfortunately this band doesn't play in our concerts they are on pause and the name of the band серебряная свадьба I will try to find the website do you plan to come to a concert in saratov yes серебряная свадьба tomorrow in poland we also have backpipes of course we know I am posting the link to cabaret silver wedding the band of Svetlana а у вас есть альбом лучших хитов yes да конечно Arne Buckley спрашивают то есть по-русски да Arne Buckley у нас есть the best of где же пряники в Яутлеще пряники не очень люблю я даже вообще не люблю вообще не люблю пряники может их не видно Леня дай пожалуйста ножик я хочу у нас вот так уже отрезала клетка мне это к себе а где вторая половина вот здесь а ты уже съел а где узнать какой город и когда поедете какие планы на концерте ну давайте подумаем как вы думаете где-то можно узнать вот давид на сайте у нас есть сайт там есть расписание смотрите ребята давид магатян спрашивает а Даррен Бакли все-таки на английском ответьте пожалуйста а который про хиты Daren Buckley yes we have the best of its double cd one cd and one dvd with the best songs you can find it on our website and you can order from us write us a letter on this email i will put it про сколот ну чё там про сколот А что вы думаете? А мы что-то думаем? А где же? Вот Джерман Шутенко. Ребята, в последнее время стал слушать российский фолк. Вы очень понравились. А что вы думаете о группе Сколл? А, что мы думаем про группе Сколл? Ну, для начала группа Сколл это не фолк. Это авторский материал, базирующийся... Ну, скажем так, да, целиком. Там нет вообще... Там есть, ну... Это о них Ферман или на русском? Я не знаю. Я, честно говоря, не очень люблю вот такие министрельские и псевдоязыческие какие-то вот группы. Ну, вот это просто не мое. Не говорю, что они плохие ребята, плохие музыканты. Ну, просто не мой стиль. Вот я смотрю, у Алексея стоит бутылка вина, авторский стиль. Вот мне такой авторский стиль не близок. А ты пробовал? Нет. Алина уже постоянный член группы English Cupcake. Вы знаете, мы очень благодарны Лине. Лина... 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 Лина, респект вообще огромный. Большое спасибо, что ты нам помогаешь. И когда Юля не может, а Юля не может ездить с нами на иностранные гастроли, вообще в другие города, потому что у нее дитя, Лина нас выручает. Она с нами репетирует, иногда и снимается. Так что, ну, как бы, Лина это наш боевой товарищ. Огромное спасибо. Так, Денис, что-то ты молчаливый какой. А ну-ка, что-нибудь скажи. Ну, Денис, к тебе вопрос. Когда ты приедешь в Аргентину, Давид Магокьян из Аргентины спрашивает. Он вообще переселенец. Переселенец. У него корни здесь были где-то в России, германские поселения. И вот в Аргентине он оказался. И спрашивает, когда же наша группа туда приедет? Ну, это не близко, просто так туда не доедешь. Аргентина из Сауфа. Да? Для всех. Это практически, по-моему, на другом мира. На другом мира. Это наши антиподы. Я думаю, австралийцы антиподы. Интересный вопрос от Леонида Кантеля. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к творчеству Хармса и вернетесь ли вы к нему? Каждый по-разному, наверное, пришел к творчеству Хармса. Не то, что пришли, мы, наверное, мимо проходили. Не перебивайте бородатого дядю с хвостиком. Нет, просто, ну, у Хармса он есть, чего к нему приходить-то? Алхиму Павлу и Чайке Илье, вам привет. Нет, по поводу Хармса все очень просто. У нас была необходимость найти текст для одной веселой песни, и Хармс подошел лучше всего. Вот и все, собственно, как мы к нему пришли. Лично любовь, там, отдельных наших персонажей в группе, кто любит Хармса, кто не любит. Я думаю, что Леня вообще Хармса не очень. Почему? Да, очень. Нет, когда бабушки из окна падали, и падали мне. Ты как тот бармен. Значит, ты будешь Гиннесс. А тебе сегодня не надо. А ты ельмайстер. Я могу сказать, что лично я к Хармсу не могу сказать, что для меня это вообще супер охренительно. Я вот только его и читаю. Но местами действительно супер охренительно. Но я, честно говоря, даже купил книжку в какой-то момент и прочитал немножко. Я отложил ее. То есть он достаточно психоделичный. Мне нравятся его стихи. Детские стихи его замечательные. Просто отличные. Про то, как папа поймал для меня Харька, это вообще просто удивительно. А про кошку, которая то ли идет, то ли летит. Но это там, да, 24 стихи, они гениальны, на них надо песню сделать. Не, ну просто, я считаю, что детские, они не такие, они вообще не разрушительные, они созидательные. А взрослые, они разрушительные для психики. Поэтому, чтобы читать Харьмса, надо иметь очень устойчивое психологическое сознание. Ну вот взрослого. А детского можно прямо вот любому человеку в любой момент. Блин, ребята, я вот так не хотел на стрим ехать, а тут так веселюсь. Царь Петр Первый пишет нам. Привет, я люблю тебя. Хорошо, спасибо. Really love your music. Really love your... Ну, нормально. Это видео как-то... Царь Питер, thank you so much. Да, да, да. Респект. Александр Калинченко, большое тебе спасибо. Будете ли вы продавать диски во время концерта? Хотел узнать, сколько денег приготовить. Пан, несите как можно больше, если что, просто отдадите Диме и скажет, Дима, сдачу пальто не надо. А ты про что? Ну, спрашивают, будут ли диски продавать. Мы продаем диски, конечно, на концертах обычно. Приезжай в Мексику, я обожаю твою музыку. Ребята, кстати, по поводу Мексики. И вообще, вот вы, наверное, смотрите нас и думаете, а что-то они такие спокойные. Мир вообще в панике, все безумствуют, а эти ребята, особенно вот эти двое, сидят абсолютно спокойно. А я вам объясню почему. Потому что в 2009 году, все, вы приготовьтесь, пожалуйста, в 2009 году мы должны были отправиться на гастроли в Мексику. Это была наша первая иностранная поездка. Фоллгруппа ТВ должна была поехать в Мексику в 2009 году, в апреле, да, на фестиваль. Я специально надел футболку. Олен Канн. Да, видите, вот, фестиваль. Олен Канн. Нас пригласили на фестиваль, и вот мы купили билеты. Я взял в долг у Петра Сергеева, 9000 долларов, его папа. Купил билеты, не сдаваемый, сам эконом-класс. И вдруг нам сообщают, парни, у нас фестиваль отменяется. Свиной гриб! И фестиваль отменили. И мы не знали, что делать. Я начну с начала для английского языка. Вы, наверное, посмотрите на нас и думаете, почему они так спокойны? Почему они смеются и ехали? Очень просто и просто. Друзья, в 2009 году мы уже начали такую ситуацию. Также в апреле мы поехали в Мексику для фестиваль. И в этот фестиваль, в последнее время, был разрушен. Почему? Потому что свиной гриб! Но после одного месяца, они решили, что мы начали сделать фестиваль. И мы поехали в Мексику. Пандемия гриб! И мы живы и спокойны. И теперь мы хотим поделиться с вами небольшое видео, которое я сделаю специально для сегодняшнего стрима. Так что давайте посмотрим. Я не думал, что это должно быть видео, которое я хочу поделиться. Но так же, как эта ситуация очень похожа для нас. Мы хотим поделиться с вами. Так что не судите слишком много. Просто посмотрите. Ребята, сейчас мы покажем небольшое видео, как в 2009 году мы ездили на фестиваль. Господи, я как будто я заговорил в этой рекламе, когда надо очень быстро. Хорошо, давай, давай. В 2009 году мы должны были поехать на фестиваль в Мексику. Показывай ролик давай. Показывай ролик давай. А звук будет там? Да, будет. Ну и как? Нашли. О! Что там? Покажи. Информационный блок. А, классно. Ну попробуйте. Не знаю. Домогиды у нас, у меня что-то не изъяли. Не изъяли. Информация. А можно эту бумажку? Угу. Спасибо вам. А, надо. Хотя тоже прогрессорный таяц. Да, не перейдь. Спасибо. Спасибо. Угу. 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 Нату не пусть. Ааа… Угу. Угу? Настоящий самурай случай. Я вижу, что Дима, ты счастлив, кажется. Ну как, нормально, Петруша? Велком ту Мехико. Петя, покажи топорик, подожди. Страшно. Драться-то будете? Мы уже беремся. Классно, я вас уже сфотографировал. Да? Да. Давай как будто мы дружим. Как это сделать? Я вижу жевачку. Вот. Смешает, что не деться. Ого! Петруша, тебе это хорошо? Да. А что это? Петруша, тебе это хорошо? Хорошо? Ма, гитара! И на трассе. Хорошо? Хорошо, Петя? Хорошо, Петя? Айса! Подождите, не долбайте. Айса! Нормально, можно играть, по-моему, да? Давайте. Что дальше? Что дальше? Это всё! Это всё! Дома всё ещё сидят. Дома всё сидят, ехать не хотят. Отлину от сердца, но как дальше жить? Но как дальше быть? Пить или не пить? Собираем группу, Петя прошептал. Дима заплясал, скрипочку достал. Будем веселиться, песни разбивать, песни разбивать. В Мексике играть. Музыка Ну, собственно, вот это сейчас мы с вами посмотрели, ребята тоже посмотрели короткое видео о том, как фоллгруппа от АВАЁ поехала сразу после эпидемии свиного гриппа. Я убился в собликах, давай какой-то мэндрюржим. Мы поехали в векцию, очень получилось смешно. Я тогда думал, что надо что-то поснимать, и этот материал вот лежал 11 лет и только... У тебя единственного надо было смартфон. Ну, у Конди был еще фотоаппарат, на который она тоже снимала. Вот так что, собственно, спокойствие, только спокойствие, без паники, майор Кардош. Мы нисколько не изменились, написавая Ирина. Это факт, кое-кто так и не изменился. Так что продолжаем разговор. Доброе утро из Калифорнии. Доброе утро, Грег Пелляцар. Доброе утро, Грег Пелляцар. Доброе утро, Квебек. Привет из Квебека. Так, ну что ж... У вас много африканских следов? Или это только я? Я люблю свою музыку и так далее. У нас с ЮАР девочки тоже встречались в Ригиде, да? У нас много-много разных людей из разных стран, которые следят нашу бандю. Только не из Африки. Да, я не знаю, но... Африка, кто знает. Если у нас мерч, ребята, есть и футболки, кружки планируем сделать. Где майки покупайте? Да нигде не покупай, у нас целая стопка еще с детства осталась. Говори медленнее, чтобы лучше понять их. Проживывай. Чего читать? Дмитрий, а знакома ли вам личность под фамилией Паникаровский? Я его сосед, отец говорил, что вы знакомы. Это правда? Судя по всему, нет. Тогда другой вопрос. Очень нравится ваше творчество, но нигде не могу найти информацию, как называется музыкальный инструмент, похожий на скрипты. Виола Пампоза. Мы уже на это отвечали. Ну и что? На сегодняшние отвечали? Я ее, когда заказывал у мастера... Фидель. Фидель, да, Пятиструнный. И эксперты, кажется, согласились. Петербургские эксперты. То есть у него есть документы, что это Фидель Пятиструнный. Он провел Пампозу. Только Василий нам. Это да. «Shot in the dark», «You are truly international band». «Thank you so much, we appreciate it. It's really important. Плестин, Сумецкая, Дуся Маруси, Камаринская, Игры и Кулсонс. Спасибо, да, подумаем. Тоже нам нравится Бузу. Мы, честно скажу, вспомним ли мы Бузу? Вот у нас в Питере запланирован концерт на 29 мая. Мы не знаем, будет он или нет, потому что сейчас все концерты, разумеется, запрещенены, отменены. И если этот концерт все-таки состоится, то с нами там будет выступать Буза. Если по какой-то причине мы не сможем играть этот концерт, то концерт будет перенесен на осень. И осенью точно с нами будет Буза, мы с ними дружим. И это парни вообще крутейшие. Мы счастливы, что мы с ними познакомились. Ну вот из Литвы. У вас тут карантин из-за коронавируса. Мы в Литве уже вторую неделю сидим дома. А мы только первую начали. Да, и не получается пока. Тут такие погоды дивные стоят. Мне кажется, ничего удивительного, что все ломанулись на природу. Не, ну на самом деле, конечно, надо быть сейчас… Ну давайте вот следовать тем указаниям, которые нам дают старшие. Ну стараться, по крайней мере. Нет, нет, надо просто следовать. Будем следовать. Да, старшие ребята. А там посмотрим, понимаете. Ну что, от нас убудет? Ну посидим. С другой стороны, мы что-то не соблюдаем. Насколько… Никаких рекомендаций. Верно. Насколько я понял, что рекомендовано соблюдать гигиену, как бы, и, в общем, поменьше… О! Блин! Нифига себе! Сразу быстро полотенце. Это с гигиеной. А поможет не было. Кажется… Петя, что ты сделал? Что ты сделал? Подожди, подожди, я его пытался… Я его просто пытался поставить. Вот вы видите, что происходит, когда начинают спрашивать, надо сидеть дома или не надо? Конечно надо. Сидел бы дома, был бы здоров. Дайте салфетку, у меня всё, компьютер залило. Вот антисептик. Ты лишил меня антисептик. Антисептик, он… Высохнет. Не верно. Карантин. Зато ты всё продезинфицировал. И ноутбуков там… Идуй на него сильнее. Вы сидите с экрана, понимаешь? Это же спирт. А, сидит? Это нельзя спирт. Где? Подуй ещё раз. Протирать. Вот здесь. На плавиатуру-то, можно? Как вы понимаете, это было запланированное шоу. Как раз запах такой. Давай мне это тот вопрос, который ты мне показывал. Алексей Сыркин. Лёха, научи играть на гуслях. Нет, там… Всё очень просто, как бы. Есть охота. Бери и учись. Куча видеороликов в интернете. На английском языке вопрос на эту же тему. На инстаграм-аккаунте я спрашиваю, как вы пришли играть инструменты, которые вы делали, как вы учились, как вы учились в университете, как вы пришли из музыкальной семьи. Все у них есть свою историю. Я могу сказать о том, что я никогда не изучал музыку, поэтому мне нужно практиковать себя все время. Дима бывала в музыкальную школу и в музыкальную школу. Но я думаю, что большинство из нас мы учимся, 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 как играть музыку всю свою жизнь. Это было что-то. Нет, подожди. Я не знаю, Петя, что ты мне подсунул? Это провокация. Ты сам взял, даже в конце передачи. Я же тебя предупреждал. Как раз по случаю... У нас тут такой запах антисептика распространился, что самое время зачитать вот этот вопрос. Где? А! Пан Велун спрашивает у нас, а какие подарки вы хотели бы получить от польских фанатов? Польская колбаса, польская лодка. Я могу принести с собой собственную настойку. Я думаю, что польских фанатов надо попросить, чтобы они принесли колбасу, а настойку вот нам принесет уже пан Велун. Я бы не отказался от польского молочного коктейля. Какого-нибудь такого. Знаете, поиск как в фильме «Криминальные стива»? Да, у нас... Пятидолларовый коктейль! Что это такое? Дай попробовать! Вот офигенно! Вот хочешь попробовать ваш пятизлотовый коктейль? Пан, дело в том, что у нас в коллективе есть вегетарианцы, которым ни колбаса, ни настойка, к сожалению, не подходит. Подумайте что-нибудь еще. Наверняка у вас есть какие-нибудь сыры отличные. О! Отлично! Вопрос интересный по песням. Когда встретимся, там разберемся. Тащите все! И побольше! Вопрос-вопрос. Вопрос-вопрос. Вы играете песни, которые вы создали, из музыки до ревиксов, или все ваши песни аренджменты традиционных песенов? В основном аренджменты традиционных песенов, но несколько? Мы можем сказать, что мы создали их. Да, правильно. Очень много. Spotify, YouTube, для долларов, для студии, альбом Next. Гарри Баннистер. Почему не? Live! Да, в самом деле, вы видели нашу live для «Крестмасс Сон», который мы записали в специальном студии с великим хором русскими девушками? Посмотрите, это то, что вы говорите. Винил! Да, Валерий Сомов. Валера, мы тебя помним. Винил надо обязательно делать. Давай сейчас посмотрим, как вот все здесь разрулится, и я думаю, что сделаем. Это не так-то и сложно оказалось. А винил? Где его хранить-то? А что ты будешь выпускать на виниле? Ну, новый альбом вот этот, который выпустил. А, новый альбом? Ну, вот этот, который сейчас «Любишь ли ты», да. Он очень хороший для винила подходит. Ага. 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 А ну вот, потом вот вы знаете, можешь показать Митю «Пятачка», как он играет на этом, как же вам, на скрипке assistance? Значит, нас спрашивали, что за скрипка такая в клипе про кота, не, который играет вот турецкий Фенди? Это Митя Хорамцов из группы «Добра ночь». Однажды в интернете у меня попалась фотка, где Митя стоит вот в этой «Феске». Мне так понравилось, что я ему Via сказал «Митя,� давай в следующем клипе нас снимешься». Она такой «Ну давай». Он думал, что это была шутка. Ага. Сейчас вот мы на столе ouv。 5 числа он пришел в фески и принес скрипку строка так называется вот эта скрипка ну в клипе собственно да вот замечательный дурацкий инструмент ну ладно не скачивай все не лайкайте виснет эфир да не лайкайте сыграть пожалуйста иванушку рачка для нашей мамы хочет юсер юсер ну все может быть пишите пишите какой же все вонючий все-таки петь антисептик оказался был был теперь от тебя бомжатиной будет вонять а вот вопрос недавно выступали волды в пабе соли я к сожалению там при сути за работу расскажите как вы поместились на такой маленькой сцене как вам наш город давайте напоминайте меня не помню оливер это где такой маленькой возвышенницы такой высоты полукруг не волокна так а вспоминаю а вспомнил волк это когда наверху вот так мы наверху там наверху помните за баром передная бар да вот это единственное место такое нет еще где-то еще и в сочи и в сочи и недавно где мы тоже были давние времена казани и в ирландском баре как все понимаете не так-то много места и мы там научились вмещаться же да не такая-то маленькая сцена была поэтому для нас лучше другое пространство после ирландского бара это константин левин или левин что вы такие напряженные ваще не напрягаемся кости не можно напряженный чем-то он дали панвел он хочет тебе треску приготовить но треска для вегетарианцев блин должна она быть тогда должна быть вегетарианской отрезка вегетарианцы и рыбу-то не идет все еще вегетарианцы не вообще те кто ест рыбу-теннис не могут бы называться вегетарианцами так щас when are you coming to finland guard hope we are going to finland we are going to fill actually on the fourth of april this april it should be the festival in espo but unfortunately it's canceled and it's moved for one year further so next year we will be in april in finland and maybe some маду сити соусом в италии тоже массиво бена спрашивает давай ну когда мы приедем в италию и где девушка со скрипкой которая обычный раз как ее зовут юлия или ирина английский он пишет а где-то написано диапазон колесо в италии when you come to italy when you are going to need your name we'll go to italy for sure and we play there couple of years ago first we send our doctors yes they will help you and then that's how you will come to help you again and Наши вайлландисты играет на материнстве с ребенком, но она вернется. Может быть, нужно посоветовать какие-то интернет-ресурсы для начала, потому что купи гусли, это знаешь, где купить. Ну вот ты же сейчас учишься играть на гуслях, что ты делаешь? Ну я просил Илюшу купить мне гусли. Ну хорошо. Я не могу сейчас посоветовать даже ничего. Волосатый эфир забивает на себя, волосатый это я так понимаю, я понял. Буната Энтертеймент. Парамонов, Парамонов, у Парамонова даже в фейсбуке есть даже несколько там у него прямо ролики, всякие наигрыши. У Парамонову можно учиться, как играть. Расслёнцы опять остановлены, это правда? Нет. Короче, если вам интересно, берите просто... Ну и не только, он же тоже, по-моему, гусля. Если мы хотим купить гусли, покупаем ему тепло, потом идём в ютуб и ищем, как научиться играть на гуслях. На страницу к Парамонову Дмитрию заходите, у него целая куча роликов. От самых простых наигрышей до самых сложных. Сидите, разбирайте. Если не хочется учиться, то можно просто себе настроить, как если вы, конечно, немножечко музыкально образованы, настроить как-нибудь себе суть игры на гуслях. Я так понимаю, в том, что левой рукой вы прижимаете те струны, которые не хотите, чтобы они звучали в тот момент, когда вы проводите правой рукой по остальному. Вот и всё. Ну если только вы не левша, конечно. А вот привет, ребята, а почему Дмитрий так странно держит скрипку на плече? Я сейчас пока что ещё не держу, я пиццу съел. Странно держишь даже пиццу, понимаешь? И пиццу странно держу, мне кажется. Это такие, ну, ещё раз, ну, это часто встречается такой вопрос, и я не устану на него отвечать. Есть просто разные постановки, которые в процессе развития музыки, истории музыки, они трансформировались, инструменты трансформировались, и манера игры на них. В общем, у меня более какая-то такая старинная и деревенская манера игры на струну. Да, чтобы не сжать подмышкой, и пойдёшь в себя. Да, в общем, как удобно, как удобно так и брали. Если двигаться, вот, совершенно точно, там, трейбодила, если в хороводе плясать, конечно, да. Да, если двигаться, то обязательно надо там держать. Ну, это по-деревенски, деревенский мужик там притащили, ему скрипт, он взял её, как получилось, понимаете? Там же не будет вот так, этот, когда вообще пройдёт. Как пошло? Раз, о, держится, пусть ты там колбасой. Это как сбалайк тоже, а на самом деле идеальный инструмент, чтобы держать на руках вот здесь вот и двигаться в любом, и играть. Да, на самом деле очень. Гвозди забивать тоже её удобно. Ну, это уже не знаю. Кому как. Ссылки склеились. Серьёзно? Я в серии говорил. А, съела, да? Давно причём. А, ааа, может, сыграем? Нет ещё, рано. Пускай, надо быстро дать. Тут люди спрашивают, что, типа, очень серьёзное. Так, давай сыграем нормально, а что, так, очень серьёзным. Я вот, если поеду, сыграем, охлаждай, просто сыграем и всё. Питя, скажи, что давай сыграем. Уговаривать отца. Старшой, давай-ка сыграем. Вы знаете, Алиса Ян, вот вы пишете, что даже не верится, что такое прачное всё на странице создаёте зрителям. Если вы посмотрите, например, на мега суперталантливых крутейших комиков, они все шутят с серьёзным лицом. Это, как бы, понимаете, когда человек шутит и сам больше всех убивается в сопли. Ну, нет, это тоже заразительно, тоже заразительно. Но мы не шутим. Больше раньше продавались такие, как его, японские мешочки со смехом. Да, да. Чудесные. Да, вот у нас так, ну, как бы, я не знаю, мы естественно. Меня-то часто говорят, а чё ты не улыбаешься-то, знаешь, типа давай селфи сделаем, чё не улыбаешься. А я как-то так, ну, у меня так не работает, улыбаюсь, когда смешно. Нет, когда селфи надо, чтобы работало, это профессионально. Конечно. Я начал вообще непрофессионально. Надо сразу выйти, и всё. Нет, отрабатывай. Да, да. Разноши. Вот прекрасно. А давайте все так сделаем. Сейчас вот в раз. Так лучше? Вот так. Вот так вот. Вот так позитивнее. Петровых вылывайте. Хорошо. Очень нравятся ваши творчества. Жаль только, что они все песни подходят для прослушания с детьми. А то трёхлетними ребёнку то подраться, поломаться хочется, то выйти за матросика. Вот на самом деле меня это тоже всегда, в общем, смущало. Но поймите нас правильно. Дело в том, что мы концерты, детские концерты играем, да? И на детских концертах мы вот долго обсуждали и сомневались, что же играть на детских концертах. Играли им песни про козлика там и всё на свете. Но после одного концерта, после того как мальчик в слезах подошёл после концерта и обиженным голосом сказал... А, мы спросили у него, почему же ты плачешь, мальчик? А он говорит, сумецкую не сыграли сквозь рыдания. Вы представляете? Вот это вот... И просто... Это невыносимо было? Нет, ну понимаете, есть один нюанс. Если бы мы на эту сумецкую не сняли бы такой хороший клип, то мальчик бы и не просил бы эту песню, а просил бы Козликова то, что другое было. То есть получается, когда мы делаем эти песни, мы должны просчитывать вперёд. Ага, здесь поётся пропадрация, ребёнок... Ты же комик, ты должен сейчас более серьёзное лицо сделать. Я же так понял, что ты шутишь? Какая же ты шутишь? Зачем шутишь? Не, на самом деле вот Денис Антипов, который танцует в Сумецкой с бревном, мы его тоже спрашивали, ну а у тебя самого нет такого когнитивного диссонанса, потому что он и не пьёт алкоголь, не курит, вообще такой здоровый образ жизни. Он говорит, ну ты знаешь, да, у меня, конечно, вызывает лёгкий диссонанс, дискомфорт, что подраться и прочее, и напиться, на своём деньги пили и прочее. Но с другой стороны, я, кстати, не помню точно, как он ответил, но моя версия, во-первых, это юмористический текст, это отработка каких-то там вот таких смешных историй, показательных. Это же было всё, это часть истории как бы. Одно дело, следуешь ты этому и сам потом начинаешь напиваться и драться как бы или... Нет, если ты начинаешь напиваться и драться, то для тебя эта песня не становится смешной. Она становится адскими буднями такими, ну да. И чё? Ну, в общем, песню про яблочко на детских концертах мы стараемся не петь, конечно, да. Хотя бы ничего такого особого нет. Нет, ну, не удаётся. По-моему, на детском концерте было. Я на федерующихся на концерте что-то я вообще не припомню. На концерте? Да. Вот так вот, чтобы... Нет. Вы были на случай? Нет. Не, не один, но не по-настоящему. Там были тусовки такие, что когда там встречаются реконструкторы, там типа в центре зала начинают устраивать там типа какую-то там, какую тоже... Типа драчку, ну такую типа постановочную. Было? Был один раз. Нет, ну постановочную, да. Они... А, на Масленице вот, на этой Масленице мы где-то... Где мы выступали? Я вот что-то забыл уже. Там где эти пушки сначала не работали. Дизели мы надышались. В Тутаеве. В Тутаеве. В Тутаеве. Литл Биг. Группировка Ленинград. Что за питерский феномен? В смысле? Ну вы назвали... Слишком интеллигентный наш Питер город, поэтому так все. Ленинград, например. Главный интеллигент. Ну, слушай, ну... Нет, я имею в виду, что это альтернатива. Да, мне кажется, все-таки без обид, но как бы мы немножко другими вещами занимаемся. То, что может быть группа там, ну, как сказать, на виду сейчас. Ну, вероятно, что у Литл Бига успешные видеоклипы. Они, конечно, там в разы больше собирают просмотров, чем мы. Но мы на вот этой грядке фолк коллективов, ну, наверное, самые заметные. Я не знаю. Вы нам ответили. Так исторически сложилось. Так исторически сложилось. Или это кому-нибудь нужно. Нас спрашивают. Значит, по поводу эфиров концертов. Lex Cross спрашивает. Будут ли... Да, будут. У нас запланирован концерт, а может даже два онлайн концерта. Где-то в середине апреля или во второй половине. Мы следим за информацией. Мы вот как только технически все это поймем, когда нам возможно и где это возможно сделать, мы сразу же объявим, чтобы у всех была возможность к этому присоединиться и посмотреть. Надеюсь, что никто не будет нас упрекать в том, что это пир во время чумы. Не-не, а люди дома сидят. Ты чего? А чем заниматься-то? Им же надо что-то смотреть. Вот чем вы занимаетесь дома, ребята? Все старенькое уже отсмотрено, наверное, за первую неделю. Грегори, thank you so much. Ребятушки, мы обязательно все это сделаем. Нам самим хочется. Мы даже, понимаете, вот могли бы сейчас, как все остальные взять, сидеть дома, ничего не делать, а мы и собираемся репетируем. Ничего не делать. Репетируем, потому что нам это нравится. Если дома ты сидишь, что ты ничего не делаешь, получается, ты все равно там что-нибудь потопочешь. Ну, иногда получается поиграть немножко на волыночке на русской. Почему они меняли вокалистов? Уйдет ли старая девушка, которая пела с тобой? We are not changing the vocalists. Our girl, Julia, she is on my turn to live once again. She'll be back, don't worry. Kim Hedding, keep the music alive, love you all. Thank you so much. Thank you. Ребят, на самом деле это очень здорово, что вы поддерживаете, потому что, конечно, сейчас мы вот такие веселые и радостные, но если мы не сможем продолжать играть концерты в ближайшие несколько месяцев... Знаешь, заниматься, открываешь какой-нибудь ролик этого Димы Парамонова, он там показывает, как комаринскую играть, не знаю, там сумерскую, русскую. Эх, хорошо! А что играть-то было? Из-за того, что был вопрос... Ну, сейчас посмотрим, что люди писали. Люди писали про комаринскую, на речке писали, как относимся к хоролю и шуту, нормально относимся, сдержанно. Дочка хотела бы заливочку послушать. Скажи, румбу? Ты шутишь? Какую румбу? Как раз сейчас играть что-нибудь, что никто не ожидает. Я думаю, это будет не очень. Я думаю, что... Старо, странно просить людей присылать уже любимые песни, а потом играть совсем не то, что... Час без коньяка, деньги на ветер. Видео лагает. Ребята, сорян, мы здесь как бы... Не знаю почему. Вы крутые. Привет с Украины. Ростислав, привет! Обожаю Украину. Все мое место там прошло в городе Черниги. У меня мама украинка, я наполовину попал. Потому что я живу не на Украине, там где лучше уже, извините. Что мне про донаты? А, про донаты. Ребята, еще раз меня просит Сева напомнить, что у вас есть возможность... И, как вы понимаете, сейчас это лучший момент, чтобы это сделать. Потому что мы сейчас в очень-очень сложной позиции. Нет концертов в целом. Зеленко Great Project — это билет из альбом, с большими большими русскими артистами. Вы увидите. Когда мы вернемся в Польшу? В ноябре этого года? Да, да, да. Вопрос о Питерском феномене, как Питер влияет на коллективы настолько искренне, кроативно, уважительно по отношению к поклонникам. Как дела у Юлии? У Юлии очень хорошо дела, с ней все в порядке. Питер действительно... Вот Дима приехал в Петербург из города Хурган. Ты скажи. Понимаешь, мы-то уже привыкли. А я тоже уже привык. И это было 25 лет назад, когда я приехал из города Хурган. Ребята, из Камаринского сыграйте. Можете из Камаринского сыграть? Мы сто лет не играли и на гуслях. Видите из Камаринского сыграть? Ну, типа, будет какой-то такой акустический вариант. Ну, конечно. Без Васи, без бас-гутара. Конечно. На, давай. Камаринского? Да. Не Тевтонского, да? Мне-то хотелось Ромбу сыграть. Да, на ней играй. Ну, это я просто, если я заиграю на Волынке, все описи. Да, нормально все будет. Вон туда уголок, возле Бокова в Киев. Ну, давай сейчас сначала сыграем Камаринского. Давай посмотрим. Хорошо. Динясь, есть начнем играть? Да, вот медаль Валимушечка. Я дам вам Парабелу. Я дам вам Парабелу. На самом деле про Питер я скажу вот так. Я вот так сейчас сказал, вот там Дима приехал. Да я тоже сюда приехал. Я приехал и сел в Ленинградскую область. Я могу сказать, что Петербург действительно волшебный город. Он очень красивый. Он потрясающе красивый. Когда мы снимали наши вот эти клипы на речке. До прокота того уже. И яблочко когда снимали. Ну, видно, ну красивый город он, уникальный. Куда ни приедешь, есть центр бывает красивый, улица красивая. А здесь вообще вот и центр и вообще все-все-все практически. Ну, за исключением Купшина разве что без Алис. Здесь такое все красивое. Петруха, а ты что, все уже готовы играть? Давай, Петруша. Да надо, да. Становитесь под колокольчиком. А что играет? Это шкачка. Это маленькая? Да. Друзья, мы будем играть какую-то песню. Если вы не понимаете. О, Петя, вруби на стенке тут включать. Кто лидер группы? Один именно. Ну, давайте А. А, веселая будет песня. Радость. Начинать. Планируется ли зеленка в ближайшее время? Планируется, ребята, есть кое-кто на примеси, да. Да, кто? Я у тебя вешал толечку. Украду. Что-то у меня как-то что-то открыто, да, где-то. Да не особо. Да, открыто. Вон там стоял. Давай, может, закроем действительно. Давай. А я не знал, а это за что. Ого. Это ты нашел? Я пока здесь посижу, а то там подлокотники. Короче, смотрите, мы не делали никакого саундчека. Это будет такой лоу-фай звук, прямо сидя на кухне. Все. Пойдем. Как получше, так получится. Слушай, не обессудьте. Да? Холодно. Холодно. Подрегулирую группу. Ничего. Холодно. 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 А яблок. Миевая. Виталя. Холодно. 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 А без руки-то яйца покрал, Голову заму за пазуху поклал. А слепой-то все подглевал, А глухой-то все подслушивал. А немой караул закричал, А без ноги вдогонку побежал. Ой, матушка, разбой, разбой, Государь не пивной, пивной. Да и был я на том конце, Да и пил я кино в конце, Да и спал я на подушечке, Целовали меня душечки. Все душечки-машечки Подарили мне бумажечки, А бумажечки-то новенькие, 25 рублей. Да и пил я, да и пил я, да и пил я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонка с маленькой девчонкой в Липецке Другая тоже по своим делам Мы девчонок лишний раз не дергаем Когда у нас будет стрим с большим концертом Это запланировано в апреле Все будут, так что И да, зеленка у нас запланирована У нас есть грандиозные планы Надеюсь, нам удастся реализовать Пока не будем озвучивать Чтобы не сгладить Девчонка, поставь, пожалуйста, чайничек Да, давайте Так, а где моя вода? А где... Опять Кристина-котик Вообще жжет сегодня Где найти сайт с концертами? Отава.йо.спрв.ру Отава.йо Отава.йо Она просто несколько раз еще спрашивала После своего вопроса про Саратов Ребята, сейчас У нас на лето запланировано ряд концертов Но мы пока их не публикуем Потому что, ну, непонятно вообще Будет, не будет Как только все будет понятно На официальном сайте На всех наших социальных платформах Все будет объявлено Я так вот озвучу, да Просто после Камаринской еще Яблочко, лучшие пушки Четыре надежды Что за песни Ля Шансоньян даже есть Саншоньян-то Сева написал Ты что, не видел? Я же не читаю Кто там пишет Сева, не флудить Вот Яна правильно написала Алина Яна Заиграли И началось волшебствовать Это правильно Когда ребята просто болтают Не так интересно А когда играют Поинтереснее Я согласен Но иногда надо и поговорить Иногда надо какие-то вещи Проговорить все-таки Понимаете Про 4% Про 4% А, ребят Осталось 4% Для того, чтобы мы набрали Вот эту зелененькую Строчку С донатами Что за песни Прилагается Можете Один или О, я бы очень хотел Но без беньки нет Хотя Когда мы репетировали Как-то без ней обходились Как-то обходились И было неплохо Кто лидер группы Спрашивает Зачем Вон тот человек Спиной сидит Судя по тому Что спрашивают постоянно Про Юлю Лидер группы Юля Это точно Илья Чайка Просит дворник А он не поймет Он не по-русски Потому что По-моему Поезд Доли Илья Чайка Предлагает нам Дворник в квартирнике Это же супер Яблочко Хотели бы выступить в Крыму А есть где Нельзя ли отдохнуть в Крыму Слушай, я, честно говоря Не хотел бы в Крыму отдыхать Без обиды Я бы лучше Мне там классно Были в Чесарай Вообще Вау Ты на Сицилии был? Ты там был На Кипре Я был на Кипре Я был на Кипре Пустыня Ужас И Сицилия тоже в пустыне Смотри-ка Тут вот Всем привет из Италии Андреас, спасибо Thank you, Андреас Можешь меня слушать, да? Да, да Всем привет из Италии Я занимаюсь русский язык С вашими песнями Но ето медленно пойдет По-моему Это уже хорошо А вопрос звучит по-английски Вот тебе Как вы рассчитываете Как вы рассчитываете Для песни В русской фольк-музике Есть ли какие-либо Тексты Вы советуете Учитываете Я советую Учитываете Первые Русские фейри-толи Они очень хороши И интересные Потому что В песне Вы знаете Это будет сложно Если вы не Натевский язык Это довольно сложно Понимать Потому что Так много Символов Но когда вы читаете Фейри-толи Они просто хороши И это Главный способ Учитывать русский Тогда Вы сможете Уйти в песни Левел Уйти Левел Уйти Тимур Ваш басист Ушел из коллектива Громозека, да? Тимур пошел На повышение Он выбрал Сольную карьеру Сейчас, признаюсь Честно Бедствует Но мы ему Желаем Всящих успехов Мы с ним Поддерживаем отношения Он живет Рядом с нашей Точкой На одном этаже Так что Мы его периодически Видим И всячески Поддерживаем Тимур Это же все Осталось полпроцента Полпроцента Серьезно Но я очень надеюсь Парни на Алтай Когда приедете Но мы только что Оттуда Так что Теперь уж не знаю Дота From Danny Вич Danny Дота Я понимаю Какая Вот Но Это про Юри Спрашивает Но Как только Загонодательство Позволит Приезжайте В Одессу Я мечтаю Чтоб мы съездили На Украину Ребята Группа Тава Йо Надо обязательно Попасть на Украину Ну конечно Одесса О боже А ты чё говоришь Ты чё Ты чё Латаешь Одесса Одесса Всегда Была нашей Копеечка В копилочку Дима Спасибо тебе Голубчик DTC Ничего себе Дима Артаболевский Надеюсь Это так Ну там DTC Я работал В такой организации Какое-то время Можно ли ждать вас В Перми Обязательно Конечно Ждите Хорошо Пору На английском Клип Забабахать Будет интересная Идея Забабахаем Забабахаем На английском Ну почему нет Ну как бы Такая песня Надо Дима Ты когда мои вопросы Предложения читаешь Я прям кайфую Спасибо тебе Это Илья Чайка Передаёт Лёша Вот песня Стина Которая В сопли В сопли Кто сегодня В сопли На английском А как будет Разумеется 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 Ваше отношение К группе Ябанишд Приватирс Я даже Такую не знаю Яблочко Спросят яблочко Смотрите Пошло Кстати Вот тут Я не знаю Видимо Это дневный Какой-то комментарий Вы всю жизнь Будете рассказывать Про Тимура Бревно И Юлю Только если Вы перестанете Наконец эти вопросы Задавать Вообще классно Браво Наверное человек Говорит Чуваки Кончайте Вестись Просто не обращайтесь На эти вопросы Внимания Симоню Аня Жаворонкова Жаворонкова Да Симоню Это супер Нам очень понравилось Дима не даст соврать Мы к ней Очень долго шли И Дима даже говорил Нет-нет Мы ещё не умеем играть Не будем играть Мы когда снимали Мы ещё не доросли Да Мы снимали Лён Когда помнишь Нам подошла девочка И она говорит Аааа Дима Соколовский Привет тебе Спасибо большое Подошла девочка Сыграйте Тимоню Пожалуйста А мы уже её играли И Дима извини Зассал Говорит Нет Мы не готовы Она фантастическая Тимоня Дима Спасибо большое Дима Соколовский И на ТЭК Конечно У нас просто отличные клипы Но кто же их снимает Ну у нас целая команда теперь Раньше мы могли смело сказать Что мы Поднимай руку Ну у нас есть целая команда Понимаете И как бы Это уже Тот уровень Когда один человек Сева Сева Говорит Расскажи Расскажи Про Антона Про Антона Про Алену Первые клипы мы снимали сами Прям буквально На коленке Потом ставили Первые клипы мы снимали На Тимуровский Фотоаппарат Да Начало на Тимуровскую камеру Ну суситов мне кажется Уже все знают Кто монтировал Монтировал Ну кстати Кто монтировал Кто монтировал Я же впрочем Про Ивана Груф Монтировал Алёша Белкин Ты потом это перемонтировал Но главный монтаж Был сделан мною И освоил Как называется Эдиус Вам не понравится Нам не посмотреть Это было кстати Очень интересно Я помню Я так увлекся Но мне не хватает Собачку Он там приделывал Себа вообще Собачка Появилась собачка Магическим образом Из одного дубля Перекачало в другой Вот Мара спрашивает Хороший вопрос Дайте Атоваевский рецепт Как с толком Провести карантин Мара Провести через S Пишите Если ты так написал Ты провезти Это значит Провези его куда-нибудь Для начала Перечитать учебники Русского языка Как с толком провести карантин Динь Давай от Дениса Денис что-то молчит Лучше уехать за город Коя из дачи Сволочь Все Закройте его рот Надень на него повязку У кого есть дача? У меня Вот Обратите внимание Только у человека Который работает В государственном учреждении Есть дача И только у того У кого есть дача Предлагает поехать туда Просто потому что Я пару дней назад был Это огромное удовольствие Просто Побыть за городом Сколько угодно Недели это Нет ни у кого Знаете Я олигарх Это огромное удовольствие Когда у тебя много Миллионов долларов Ты можешь плавать В джакузи Это просто удовольствие Я с Денисом солидарен К сожалению Вот у меня лично Своей дачи нет Есть у родителей Ну обычная дача Шест соток Но есть хутор Где мы снимали рачика Если бы была бы сейчас возможность Не были бы закрыты границы С Латвией Я бы свалил туда Ну я бы с удовольствием туда съездил Провел бы там недельку-другую Десять рублей Нужно продолжать Как мы всегда рекомендуем Нужно заниматься творчеством Читать книжки Смотреть кинофильмы Что еще вам посоветовать Если у кого-то есть талант к рисованию Рисовать В общем нужно развивать свои таланты Что вам и советуем Не только во время карантина делать Но и всегда по жизни Нужно себя развивать Я сейчас небольшой себе Как сказать Кредит повышу Надо навести дома порядок Надо сделать что-нибудь дома полезно А они уже заделали Я давно хотел тебе сказать Мне кажется это делается в первый день Когда ты сидишь дома Нам чтобы закончилась Зелененькая получка Не хватает десяти рублей Давай я положу Ну что вообще У меня там в кошельке есть Куда там Куда? На ноутболке Когда добьем Там что-то должно произойти Интересное Да А кто это Как пережить карантин Прервется там трансляция Нет нет Наоборот будет улучшиться Как пережить карантин И не набрать вес Анна Лебедева Ну я видел Как один человек Какой-то рекордсмен мира по бегу Он сделал этот Какой-то Сноярский Кросс 42 километра Дома вокруг кровати Ну проблем 42 километра У нас знакомые Живет во Франции Замужем И у них тоже карантин Под Парижем И чем Что там можно делать Там можно пойти в магазин Прогулять How tall you are I am Quite tall Yeah One meter and 92 centimeters I don't know But I don't know How it will be Dimes Inches Inches Да Не знаю Two chanters I have Yeah This is the Russian woodwind instrument Forget Fagot Как назывался-то у меня Fagot? Не-не-не Как назывался-то? Да нет Ну как-то Это пищик Double-readed pipe Yeah, it's quite Авлос Авлос, да Hello, Лиза Hello, Джоан From Cataronia The guest of Zelenka Was Сергей Старесин Maybe now Инна Желанна It would be interesting But I don't think That she will Say yes To whatever you I think we are too simple For her But who knows Где ты был? Чижик Будут ли эфиры в инстаграме? О, пришли 9.95 Ты что ли послал, Леня? 9.95 Ирина на развитие Ого, 50 долларов Ирина, голубушка Что ж вы с нами делаете? Спасибо, будем развиваться Чижик Першинг Где ты был? Альхамер предлагает Все произошло Чижик Першинг Это все? Сейчас, сейчас Это У нас добавилась жизнь У нас сейчас пятеро А почему не аптечка? А почему не аптечка? Сердечко? Запасное сердце Тему олигархов закройте Ну ладно, ладно Это была шутка Про тему олигархов Конечно Но, к сожалению Денис сказал Что хорошо поехать на дачу Не у всех из нас есть с дачи Но пока не получается С дачи У меня у родителей была дача Я много раз взвешивал Вот они туда ездят Что-то там как-то стараются Не пойми Что происходит Бывает Не проще с палаткой Поехать в лесочек Который у нас еще есть в России Просто В лесочек мячей И там аккуратненько пожить Я пока еще склоняюсь к этому Но Сейчас прохладно А на даче нет А все равно у тебя нету окон и дверей На даче Но это в доме нет А где есть? Ну вот А вытовка Слушай, там Александр Шаман задал какой-то вопрос Мы так и не ответили Александр, я потерял ваш вопрос Напишите еще раз Мы так и не ответили Вот Я не знаю Я уже наверное далеко позади Это было 5 минут назад Но мне понравилось Вот это Арни пишет А спойте вашу любимую Ну какая по сердцу вам Вот это классно Мы ее не можем сейчас спить Потому что она в разводе Мне нравится заливочка кстати Давай заливочку споем Давай сейчас прямо Сейчас Ну мне надо проверить Жалейку Жалейка Давай, давай, давай Проверишь здесь жалейку А мы еще пока поболтаем Что за песни Что за песни просят Спойкин на речке Так, а чего? Так было лайки? Не понимаю Можно по-разному Можно по-разному Снимем твой Винт и одна Где Свои письма Сейчас я вспомню В Несон, да? Сейчас он растрелился А где-то Как будет записано Алексей Белкин На скольких инструментах Ты играешь? Если я не его Несон Скорее всего Алексей Белкин На скольких инструментах Ты играешь? Каждый раз Каждый раз На трех Волыка, гусли, жалейки И все Покажи Сколько у тебя есть Не радости меня делать Ну то есть Это как Бурген Здесь мелодия А это Чвин Да, понял Ну это я так не знаю Сейчас я проверю Да, может раз Здесь средневековая диска Вот это видно Слава человек в теме Александр Шаман А, Саша Так мы же ответили уже Что Юля в декретном отпуске Мы последний раз сегодня Ответим Еще раз У всех Юля в декретном отпуске Титры отдельно сделать Да, ищи подкладки Тимур там Юда там Бревно здесь Сейчас чекну Ой Полтора метра Вот теперь Вот теперь надо Разбрызнуть Бежим Надо вот так Локоть чихать Само я все вылетаю В разные стороны Прямо на гусли Лучше бить гусли Чем все остальное Вот главная карантин О, зелененькое сердце Спасибо всем Нет, красненькое было бычу Вы поздно Соболевой быстрее Это выход Петя, тебе говорят Соболевой быстрее От волосатого Вопрос такой Парни, а кто на что учился? Я на бухгалтера Сначала на волейболиста А потом на бухгалтера Волейболист-бухгалтер Денис, ты на кого учился? Там задержка Ну, искусствовед Надо понять сразу Я тебя на кого-то учился Физик-ядерщик? Ну, ядерная физика Специализация И Дима учился А, я вот на что учился То и пригодился Руководитель самодеятельного народного хорового коллектива Коллектива Коллектив это не только хор Вот А и бухгалтеры в том числе Вот я и говорю, что Я говорю, что типа Вот профессии пошел Управленческая должность Род занятий Хиппи отдых Это вспомнилось Это непонятно Я когда-то учился Про заючку Узови ювочку надо У меня какой-нибудь палец железный В смысле? Железный палец? Ну, что-то подыгрывать Там, в какой-нибудь музыкальный чест Ты за Юлию тогда будешь пить Женский куплет Я? Да Ты Он не женский Он нейтральный Только надо слово Слышать Ну, ты за Юлию слышишь Другой веселый голос Раздай сон Раздай сон Музыку для иммунитета На самом деле Вот я честно скажу Нам тут на днях Написал человек Что типа Прекращайте все концерты Как вам не стыдно Люди умирают А я считаю, что музыка На самом деле Это великое Лекарство Действительно Это лекарство Хорошая музыка Это лекарство Поэтому Не надо сейчас Каких-то Резких движений Если у вас есть музыка Которая вам Помогает жить Ну, не дороже пели Нам песни строить И жить помогают Действительно так и есть Поэтому И Я не знаю Конечно Конечно Может быть Может быть Я прошу раз Я создавал что-то Помнишь Какое-то даже Шнур Конечно Может быть Не в тему Но люди Люди умирают Всегда Ежедневно Умирают Люди Понятное дело Что история Не очень Радостная Но Я предлагаю Не драматизировать Просто ситуацию Настолько Истязать себя Римской гимнастикой Я рекламская шампочка Игрывайте Пенье тоже лекарство Да, да Все правильно Ребята После куплета Который тихий Который ты раздайся Мой веселый Горзерый лесок Я не понимаю Что там делать Потому что Нет ни басгитары Ничего В смысле Все Там Что нам Паскедара Вот Ты что-нибудь Там можешь? Как он и делает Там Мы сыграем Ребята Мы опять сейчас В укороченном составе Без позвучки Поэтому Звучки обычно играют С одной головой Да И звукорежиссера нет Поэтому Звук получится Как получится Можно было сократить Сразу Начали Можно Можно Что-то Если сократим Сразу Дышим Не надо 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 Ой, заливочка Заливочка Таню В синяки Носок Знать тебя Моя заливочка Хороший Голосок За веселую игру Я заливочку Люблю Когда стану помирать Велю заливочку Сыграть Меня Лилка Не любила Теперь Будет Любить Он найдет Моей кроватке Станет Некого Будет Будет Он Заливочка 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 Залив 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 Раньше Он За ней Бегал, матерял, назови Хорошо траву косить, которая зеленая Хорошо детку любить, которая веселая Не носите левки, гусы, гусы, кожи, не краса, не завозы Парни любят, да веселые клада Ты раздайся, ты раздайся, мой веселый голосок Расстояние небольшое, полеозь его голосок Вот и двума слеты катятся по белому лицу Он невесело на сердце разудалу молодцу Помилков глянет, улыбнется, точно в солнышко взойдет Сердцу ласково приживет, сразу доли отойдет Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот я смотрю, специально отошел, да? Нет, ну, конечно, отошел ко мне в ухо, что-то здесь Ну, кстати, вот я хотел сказать по поводу конкретно вот этой строчки Ох, иду, а слезы катятся по белому лицу Оказывается, в этой строчке есть автор Мы этого автора знаем Интересно? Да, это Саша Маточкин Да, он сочинял эту строчку, он ко мне подошел Говорит, слушайте, а вы поете там в заливочке текст Вы его где взяли? А я уже не понял Помнишь, что я с разных источников И Маточкина тоже смотрел, и, скорее всего, с него это и взял Он говорит, так это я сочинил Ну, вот иду сжекайся по белому лицу Не весело на сердце, разудалу молодцу Это он сочинял Да, так что вот он Современное, так сказать, творчество Отлично По белому Они многие знают, что про яблочко хрустального тоже не было этого куклета Нигде найдено Там были сочиненные есть Квартира у нас коммунальная Ну, собственно, эта вся частушка сочинена группой этого ее Но ее не было тогда Там хотя бы был поэт Я писал что-то не На английском языке он был Что там было? Ну, вот, что это сочинение Есть какие-то свои тексты и музыка, или только аранжировки? Ну, был вопрос уже, да, отвечали Уже отвечали, да? Уже отвечали, да? Включили ли они много элементов ирландской народной музыки? Мы с Дэвидом Мага Куэн Да, мы обычно играли много келтийской музыки И, конечно, влияние на нас Это как вирус Ирисовская музыка Сейчас, конечно, вы можете это видеть в наших песнях Но это не И это не Обратительно Котофей Спасибо тебе, голубчик, за 500 рублей Ваша волынка называется Гайта или я ошибаюсь? Гайта 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 Галега Помпоза Что там? Виола Помпоза 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 Гайта Подсумевскую Как вам идея? Как тебе идея, чтобы Денис здесь бревно покрутил? Ну, своим умеем, что ли? Всему своё время и место С Таврополю давай Видимо, про предыдущую песню I feel like you shall Или что там? Гоханес Thank you Would make a good version of Napoleon Tanki Groghottali Napoleon Tanki Groghottali Do you plan to release CD with songs from Zelenka? Pan Villain Do you plan to release CD with songs from Zelenka? You know It could be a good idea But we are not I'm not sure about the rights Because we need to So, it's a good idea And we keep all the archive For almost everything of our guests So, maybe One day Who knows But I think we need 10 more guests To make the double CD Спасибо For your nice music Salute from Germany Drujba Mr. Trombola Thank you so much And we will see you in Germany Next November You and Sergey do this so well If you see Tell him hello from South Carolina Lisa Sergey Starring His great guru And... You know coin Sergey Ligash Starring Se Apa It's a refresh tokehr No thank you Let's get it That dipping Fruit For Tromb давайте какие-нибудь from романе hello from румыния hello мариус мариус что у нас там в контакте пишут подобного вируса хэгэ может еще на длину все же представьте что методисты детского драматического тема детского тематического лагеря в таком лагере свой маленький мир сюжет дети все работники ходят в костюмах обычные вещи принято называть другими именами например отряд это племя вожатый это князья телефон то чудо чудо дивно византийская коробка коробочка такие лагеря могут разными палачные сценарии тематики тот индейцев древних словен до эпохи свинения космоса путешествий по другим планетам и среднековой европы до вселенной книг стивена кинга каким был бы ваш лагерь о боже мой 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 был волейбольным волейбольным я волейболист но третьем вообще это все не было день диана бугаева просила чем у него разборчиво ничего не поняли здравствуйте вопрос отвлеченный и длинный но все же представьте что вы методисты детского тематического лагеря в этом лагере есть свой маленький мир и там разные сюжеты то есть уже это могут быть от индейцев до древних славян и так далее каким был бы ваш лагерь такой каким был бы наш сюжет спрашивать видать легально наш лагерь был бы точно таким же как в нашем видеоклипе про про Диму и Петеру пионерский лагерь именно вот так машенька мы и провели первые смысл у Маши кстати вот той машенька который видеоклипе муж благополучно выздоровел коронавирусом мы Маше передаем огромный привет привет испании и испании Падрида тут если уж мы вот как читаем верхнее Как это будет рожать о COVID 19? Дужеay Я скажу по русски а по английски переведёшь По большому счёту наша тематика нашего сегодняшнего собрания она не в эту сторону то есть этот вопрос не освещает, и рекомендуем этому человеку поинтересоваться какими-то русскими новостными каналами, там все об этом рассказывают. Ну, это просто слишком официально. Но ничего страшного, по-английски. Статистику довольно низкую, и мы вообще не знаем много об этом, так кажется, довольно хорошо, но кто знает, и сегодняшний стрим не об этом, и мы не лучшие люди, чтобы задать такие вопросы. Это лучше, чтобы в Google search на русские новости, так что, может быть, вы найдете больше информации об этом. Но так кажется, это нормально. Да, ну, хорошо, второе сердечко. Второй человек выживет. Два человека. Ну, это, конечно, будут Дима и Петя. У двоих, но сердечко. Всем привет из Испании, Роберт, привет из Испании. А где Елена? Прекрасная. В смысле, получается, Юля, да, мы не отвечаем больше на такие вопросы сегодня, мы уже ответили 17 раз. Александр Сасюк рекомендует нам режиссера Данелию. Кстати, очень жаль, что Георгий Николаевич умер. Было бы с ним интересно. Ну, умер два года назад. Георгиевич. Да. Почему Денис перестал записывать видео? Замечательные фильмы зарисовки получались. А? А мы не так много ездим, кстати. Мы перестали ездить. Ну, нет, по России-то ездим. Ну, по России я записывал. Записывал, да? Вот последние... Ну, последние, нет. Вот Масленичный тоже интересный был. Вера, голубушка, на самом деле у нас лежит материал для небольшого фильма про Норвегию в прошлом году. Я виноват в этом, что я не могу его сейчас... Надо его доделать, я доделаю, и мы его выложим обязательно. Про наши поездки на норвежский фестиваль с бузняками из Череповца. Да, это будет интересно. Ну, там и смешно, и познавательно, и вообще классно. Про танцы? Андрей Волков. Где про танцы? Про танцы тоже фильм. Будьте внимательны, фигуры были низкие в Франции два месяца назад. Да, ты прав, но... Мы пытаемся быть... ...серкным, и пытаемся не паниковать. Мы постоянно наносим руки, так что ты видел мои... ...файрорки с этим... Как называется? Не трогай больше. Когда будете на Урале, будем обязательно. Нас позвали Урал... А, это за Урале у тебя, курган твой? Да, да. Мы будем за Уралом. Когда? За Уралию. В Кургане в июне, если все получится. Разбавьте эфир песенной темой от души, прошу. Ну, под конец что-то еще сделаем. Руслан Мингалеев пишет, Жалейка, люблю ее! Люблю тоже Жалейка. Но я сейчас жду, кстати, открою секрет, жду новый Чантр для своей русской волынки. В соль-мажоре! Чантр для русской волынки? А ты сегодня, наверное, на русской волынке не играл еще ничего. Ну, как? Гудок или что-нибудь там? Гудок, это ты знаешь. Нет, это Дима. У Дима Гудок. Такой бывает, бывает другой. Ну, да. Так же, как Жалейка бывает такая. Состоявшийся термин. Ну, хотя бы. А Гудок это все-таки это струнные смешковые. Мне кажется, в какой-то период это обозначили. Это Гудок, а это не Гудок. А до этого... И то и другое было Гудок. Зуза Галь, до Польши прибывайте. Прибудем, прибудем. В ноябре 9 и 10 ноября два концерта в Польше. Каратов и Варшава. Препит. Да нет, Лёнь, я как говорила Конди. Я старый волынщик. Ну, я привык называть Чантер Чантером. Я сейчас уже не буду переучиваться. Ну, пускай будет Дудок. Ну, пускай будет Дудок. Do you know the folk group Blackverse Night? Yes, once there is a kind of interesting story. There was a concert in St. Petersburg of Blackverse Night. A huge concert hall. And I received a phone call from one guy, who I knew for some events. He is calling me and saying, You know, we have a terrible situation. The lady Clay... Как её зовут девушку из Blackverse Night, как её звали там? Candace, нет? Жена Ричи Blackverse Night. So, the ex-wife of Ritchie Blackverse Night. She is playing on Chanter. And her assistant somehow lost the writ from this Chanter. And it's gonna be a concert in a few hours, and she is not able to play. And he is asking me, Maybe I do have some spare wits for the chanter of the lady from Blackverse Night. And I say, Of course. So, I came to... Mrs. Night. Yeah, I brought ten different wits, and I found nice wits for her. So, I tried the chanter, yeah, it's playing, and I gave it to her, and stayed for the concert. And I was waiting when she is going to play it, and she didn't play it. Because the writ was too difficult to play for her, because she is lady, and I didn't think that it will be difficult for her to play. It was very hard to blow. So, the concert was okay. The concert was okay. Everybody was screaming, Ritchie! Please play! And some... And some... A beautiful band. Why are you playing? That's what they say, correct? GM Tony's playing? I don't know! So, a nice band, yeah! akan大lyaya! Me вдохновила... там... это horrible, видимо, девушка aviarymarina female aviary. плечистоや. персон eigene одни ребята будут дороже всех новомодных рэперов than попсовиков. Вот... 还 дальше там дальше уже там люблю когда жалейка играет опять руслан мингалеев значит там еще кто-то любит как а гусли любимые мои ну пишите про барабан что-нибудь а то еще про барабан тоже вот он и я к этому подхожу а вы слышали как это я ядерщик хорошо на сабвуфер накидывает в общем в конце концов ждем ближний день в новгороде пожалуйста музыка убивает микробы ура а вот такие китти я дата дарат чем там кстати да музыка и там была колоколами да типа там лечили и гуслями колоколами я незавно слушал книжку подождите подождите но это же не рассказали колокольный звон же устраивали на и как бы вроде как чума уменьшалась выяснилось что инфразвук гоняет блох с крыс который нас являются приносчиками блохи с крыс уходили и как бы тем отступало поэтому колокольный звук действительно лечил но только не тем чем думает надо наверное говорить не лечил а целил поэтому конечно у крыс видишь ушки они же на макушке они очень у них слух очень очень развит а у блох у крысинок еще больше раз александр пенятин привет туле должен приехать к вам какой-то момент голову взрывались о леня давай хороший вопрос здравствуйте алексей скосырих монстр сказать про свою гитару очень интересно зачем в нее втыкается два провода кстати да вот это вопрос могу рассказать потому что два звукоснимателя звук стерео левый и правый это два раза больше чем один у меня действительно два звукоснимателя я играл сначала на акустической гитаре которая подзвучилась пьезозвукоснимателем и собственно став играть на электрогитаре а сначала и на акустическую поставил магнитное еще звукосниматель чтобы было как электрогитара но потом все это немножко устарело по причине концертов я решил играть на электрогитаре на которой установлен пьезодатчик и эти оба звука один отвечает за как бы акустический звук а другой отвечает за как бы акустический звук вот это я разделю на себе прибор на свои играю переключает думаю что я ответил на вопрос и Леша тоже устал и вижу не, мне нравится так ответственный вопрос, да? да вы приедете в Чехию Махулена Дворчакова yes, да, мы приедем в Чехию у нас будет 7 и 8 ноября концерты сейчас выясняются точно города Яблонец, Прага или Прага и Брно мы еще точно не знаем, но вот да, приедем покажи лягушку поближе и нет, вот сюда прям вечерний звон вечерний звон как много дум на воде тон прекрасно давайте сыграем еще посмотрим сейчас что у нас там в итьюбе что-нибудь есть что-нибудь из из Ирландского полка заделать в ближайшее время нет, не планирую мы у нас сейчас что-то поперли ну поперли несколько новых песен в разработке и Ирландского как-то вот совсем нет но они хорошие но совсем не ирландские но совсем не ирландские я раньше думал несколько это сколько 12 наверное больше чем одна это показывается что больше чем она а им фрэнча был фиддл он мочен силы кота по пузу вы за ночи с пополем с конем у ее сыграйте яблечко сейчас еще смотрим какой фирм готовите ли вы какое-нибудь ваше фирменное блюдо можно я отвечу у меня есть фирменное блюдо поляные блины мои блины без яиц ни одного яйца не пострадал я тебе гарантирую ты не определи что два блина те поставят один такой другой такой не определишь есть тут яйца не может быть вот может этим я объединил но хорошо может определить есть или нет но не факт что это будет вкуснее то в котором будет яйца даже не точный пока вот мои вкуснее серьезно потому что на самом деле вкус блинам дают масло сливочное. Вот на самом деле. Если его там много, то все хорошо. Серзан спрашивает, вы сразу начали петь то, что ему нравится? Кому? Серзану. Не понимаю. Вопрос звучит так. Серзан пишет, вы сразу начали петь то, что мне нравится? Или метались в поиски? Метались, конечно. Мы ночей не спали, думали, что же понравится Серзану. Что бы такое спеть? Присоединится ли Светлана Бень к вашим следующим туре в качестве приглашенного музыканта в Берлине? Малик, это классная была бы идея, действительно. Это было бы... А вот хрен его знает. Я думаю, если мы поедем в Белоруссию, а Белоруссию мы поедем рано или поздно. Мы Свету обязательно позовем. У нас есть с ней три песни. Было бы здорово. Появится ли что-то из зарубежного фолка в вашем репертуаре в ближайшее время? Ты уже ответил на этот вопрос? Нет? Появится ли что-то из зарубежного фолка в вашем репертуаре в ближайшее время? Ну, мы же не знаем. Лекс Кросс, прошу. А, ну мы ответили, да. Ответили, что вряд ли, но кто знает. Гогия, спасибо. Может, действительно Гогия? Что-то много Гогий. Даже Сумецкой меньше. А Лехин опять все пишет? Все, перестаньте баловаться, засорять и фы. Сосафрос, а the lyrics a cat has for legs, a metafor, also that the story of the video have anything to do with it or the lyrics? Difficult question. It's not a... It's not a metafor, it's kind of a joke. О, мне звонят даже ничего себе. Уже вопрос к телефону? Да, уже перешли к телефонным звонкам. Врёшь, только женщины умеют говорить блины. Жарить. Готовить. Готовить. Ну, вы знаете, как говорил персонаж Олега Янковского, кофе в этом доме. Готовлю. Только я. С злодейским голосом. Да, да, да. Давайте, слушайте, вот кто, давайте сейчас посерьезному говорим. Действительно, вот сейчас может выяснится... Петруша, может выяснится, что сейчас в следующей неделе будем сидеть по домам. Пару фильмов кто-нибудь назовите хороших, которые рекомендуете посмотреть. Лёня, давай ты первый. Генштаден. Генштаден, во-первых. Трецея рубрика. А что за фильмы? Я не могу найти. Давай сначала с Алексея. Давай два фильма посоветуй посмотреть, которые стоят. Я сразу три могу. Давай. Мне понравилась трилогия «Сумеречный самурай», «Скрытый клинок», «Любовь и честь». Это фильмы о самураях, но там про бой очень мало. А в основном быт самурайский, чего в других фильмах я не обнаружил. И про любовь и быт. Это очень интересно для меня было. «Сумеречный самурай», 2002 год. «Скрытый клинок», 2004 год. «Любовь и честь», 2006 год. Следующий. Диня, не подглядывай, не подглядывай. Ладно, пока Денис думает, я назову ещё фильм «Теория тигра», Чехия, 16-го года этого века. Своеобразная история. Как «Теория тигра»? Денис, давай, ты как известный киноман. Я буквально вчера… Ну, «Интерстеллар» мы помнили. Нет, нет, про «Интерстеллар» уже всё, забыли. Вы что, приготовились, что ли? Забыли. Почему вы залезете в записки? Мне… Я хотел перед тобой похвастаться, какой я фильм вчера офигенный посмотрел. И вчера мы с Леной посмотрели фильм «Надо мной и солнце не садится». Хороший? Это отличный фильм. Там, короче говоря, про… Это самое… Очень вообще просто шикарный фильм. Он такой спокойный… Нет, он наш. И причём режиссёр – женщина. Как ни странно. Но фильм клёвый. Фильм клёвый, 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 приклёвый. Фильм приклёвый. Ну ладно, Петя. Он даже с юмором и вообще… Я рекомендую посмотреть, чтобы всё-таки… А как же «Огния Бортал»? А как же «Огния Бортал»? А как же «Трудности перевода»? Это шедевр. Ну, она же… Ну, конечно. «Надо мной и солнце» что? Солнце надо мной не садится. Не садится, ну ладно. «Надо мной и солнце не садится». Это раз, а два? Два я ещё не посмотрел. А Диму, на самом деле, даже один фильм, это считает, что два. Петя, ты теперь давай. Ну я за Диму, когда он не посмотрел ещё, это «Скарсезе» вот последний фильм выпустил. Какой? «Ирландец». На три с половиной часа, конечно, длинный. Хороший? «Скарсезе» для «Метликса» снял. Ну, про старинских Роберта Де Миро и «Обличина», и прочую мафию. А, да-да-да, ты мне рассказал. А ещё я посмотрел фильм «Апгрейд» 2017 года «Фантастика». 5 миллионов долларов в бюджет всего лишь. Это нуля, да. Учитывая это, смотреть будет интересно. «Апгрейд» хорошо. «Пять миллионов долларов, кто так снимает сейчас?» «Это я считаю, что это бесплатно». Вообще, да. Даже комната та самая, пять миллионов стоила в 2001 году, та самая комната, про которую говорит Творецкий, о которой я прошлый раз советовал. А, да-да-да. Вот. И? А ещё я пересмотрел «Жизнь прекрасна» Бениневский. О, да. Там тоже почти что карантин, поэтому можно рекомендовать. Светлый, хороший фильм. Денёк, давай. У тебя всё раз что-то записано, можешь? Да, я просто вспоминал какие… Я смотрел мультфильм очень хороший «Красная черепаха». Да, прошу. Ну вот, по настроению, для дома вообще он такой миротворяющий, прекрасный. Мне он странно показался. Более чем странный. Наверное, вот он задаёт именно настроение. Мне очень понравился. Ещё… Если вы выбираете покинуть этот мир, то этот фильм… Ну, скорее, не. Он такой, как будто в сновидении всё происходит, там какое-то вот это именно состояние, когда у тебя реальность со сном она такая всё перемешивается и становится одним чем-то каким-то пространством. Ну, имеет смысл посмотреть. «Красная черепаха». Так. Это не Адзаки, нет? Или вот это за тусовки что-то? Ну, он анимешный не другой. Он французский, он такой не японский фильм. Он именно для европейцев хорошо интересно посмотреть. Ещё такой документальный фильм. Называется «Северное солнце». Сняли таких два норвежских парня молодых. И они уходят в такое, скажем, такое аскетичное пребывание, строят хижину и зимуют за полярным кругом. И это вообще вот феноменами фильм. Ну, потом оказалось, что они, оказывается, всё-таки учились на режиссёров, и поэтому фильм получается такой динамичный, хорошо построенный. Но выглядит это так, как будто бы просто два парня. Как будто реалитика, да? Да. Два подростка снимает вот такой вот фильм. А как называется ещё раз? Северное солнце. Северное солнце. Хоть кто-нибудь нормальный фильм посоветовал? Хоть один, не знаю. Фантастик какой-то. Я посоветовал. Кролик Джорджа ещё. А, да. Кролик Джорджа, да. На который, собственно, меня прекрасно. Потом и стал смотреть всё похожее. Ну, понравится? Со второго раза больше понравится, да. Ну, вот это как бы что-то такое. Твой с Андресса на краске. Маленький Николя. Всем советую. Французский фильм замечательный. Маленький Николя. Смешной. 98-го года? Не знаю. Не, не настолько. С одной стороны комедия, с другой стороны, ну, ну, короче, классный. Там и с детьми можно смотреть. Сейчас главная проблема, что с детьми можно мало чего смотреть. И сейчас с девочками посмотрели моими приключения принца Флоризеля. Ребята, супер. Супер. Там играет Денис Никитаров. Рекомендации прошли. Давайте либо сыграем, либо что-нибудь из чего. Я пошёл бы прогулялся. Устал бы. Ну, всё. Сейчас мы уже закончим. Интересная вопрос. Устал бы. Устал бы. Устал бы. Устал бы. Устал бы. И это был яды. Это был яд Petscher. Не валяется в Axlors, но не Golf. Может Level. Будто решим. Пациент Researchvey Когда Москву, приедете с комментом. Ну, после карантина. Мы хотели приехать в конце апреля с детским концертом по пути заехать. Но, видите, сейчас уже непонятно. Где вы храните барабан? Петь, где ты хранишь барабан? В секретном месте. Он за ним пошел. Посмотрим все, но сыграете Пикуля Болейни. Да. Интересно. Но, кстати, интересно, что очень много людей любят именно эту песню. Максим Ганн пишет. Правильно, она загадочная. Максим Ганн пишет. Ребят, я бухой. Мне тяжко с переводом. Английский не является моим родным языком. Надо прокачивать скилл. Ну что ж, давайте споем. Сейчас Петенька вернется. Дима к вопросу о том, чем мы дома занимаемся. Какое из дети? У того такой вопрос не стоит. Не, ну вы же видели все вот этот мем, когда спрашивают какого-то молодого китайца. Если у вас есть два варианта. во время карантина. Вариант А. Сидеть дома с женой и с детьми. И вариант Б. И то срок B. Вариант B. Вариант B. Меня дети спрашивают, а почему, в чем там прикол. Я говорю, понимаешь, они спрашивают, какой вариант Б? Я говорю, это неважно какой, любой. Лишь бы не сидеть дома с детьми. Ну это юмор, да. Из Крыма. Ну вот кто-то говорил, что втроем с детьми начали сидеть довольно трудно. Дети-то не привыкли дома сидеть. Ребятушки, читайте книги, играйте в игры и обязательно заведите себе правила, делать что-то полезное. Гулять кто-то не запрещает, а как дома в парке. Ну например, да. На самом деле, пока парки уже закрыты. Не рекомендую здесь. Дети-то рекомендую здесь. Рекомендую здесь. Да. Почему здесь на свежем воздухе? Если бить без контактов. Все равно находится в контакте. Тем более сейчас парки закрыты. Сегодня ветер такой, что парки лесные парки. Ты через дорогу, но молнишься. Ежели бы являлась парком, и что можно закрыть, и все закрыто. А, там, где были ворота. Но сосновку мою не закрою. Вот, кстати, Александр Алексеев говорит, музыкант и удаленка совместимы? Нет, несовместимы, потому что вы понимаете, что вот мы сыграем концерт в интернете один, и даже если завтра перейдем в другой город, сыграем там еще один концерт, то этот концерт не будет уже для новых людей, а для тех же самых. Вот, поэтому, к сожалению, удаленка несовместима. Сейчас нам пришел запрос на музыку для спектакля, мы будем ее готовить. Еще там кое-что. Но, в принципе, конечно, основная наша работа – это концерты. И концертов пока их нет, это значит, что мы, как тот медведь, залезаем в спячку, со всем лапами. От Назаровой Елены. Елена, я прочитал, сейчас зачитаю. Вот, и в назидании всем. Вот всем, все, все слушайте, все. Значит, Назарова Елена пишет нам. Алексей, простите, посулило прислать книгу частушек, но она оказалась раритетом, и потребовалась целая куча бумажек, которые для меня собрать, ну, нереально. Сейчас перевожу ее в цифровой формат. А из какой страны я забыл это было у нас? Назарова. А ну, Елена, я не знаю. Странно, что-то ничего себе. Играть в аптеке на Бармаске. Ну, факт, факт в том, что вот человек… Да-да-да, спасибо большое, я жду эту книжку, это мне очень интересно. Огромное спасибо. Заранее благодарны. Какие физические упражнения советуете делать? Покажите, Леня, давай. Ты же делаешь? Можно я покажу? Стул, давай. Очень интересный стул, который я сижу за дорогу. Поэтому многое не могу учтить. Это связано с физическими упражнениями. Да. Кто делает утром зарядку? Поднимите руку, мальчики. Ну, все, все, все. Не стесняйтесь, что вы не стесняетесь. Кофе, сигареты. То, что заряжает. Кофе, сигареты. Вот. Я. Ладно, физические упражнения. Давай, палка. А телефон на зарядку? Бревно, Сташа? Нет, зачем? Это домашнее бревно. Давай. Тихо. Тихо. Всевозможные разминки. Особенно вот это мое любимое. О-о-о-о-о. Это подтягивание. Подтягивание на бревне. Дальше не идет. То есть, когда стоишь за палку, очень интересно. Вытягивается. Значит, он. Ну, что мы можем в конце сыграть? Физические упражнения какие-то советы. То, что я потом поделюсь. Кстати, вот мне Денис, мы когда снимали клип, как на горке, у нас было там какое-то свободное время. Я говорю, что Денис, покажи, там какие-то разминки делаешь. Что он мне сделал на 10 минут набор всяких упражнений, которые можно разминаться. Я это снял и своим знакомым многим разослал. Очень прикольно. Я потом, наверное, надо это публиковать вообще. Пришли, мне это жилье публикует. Андрей Турбин настаивает еще разу к ссылочку для донатов. Где? Ты где? В YouTube. Еще раз ссылочка для донатов. Юля, это бриллиант группы «Незаменима». Совершенно согласен. Бриллианты «Незаменимы». Кристина, котик, как ей откажешь с таким моментом? Вы сказали, что учились по другим специальностям. Как давно вы поняли, что музыка – это ваша? И как вы стали группой? Я учился в институте. Как вы стали группой? Да, я тебе расскажу. Я учился в институте, и тут мне приедет, говорит, давай пойдем играть на улицу, в рок-н-ролл будем играть. И мы стали играть в рок-н-ролл. Так классно! И я... Так классно, я думаю, я буду всю жизнь играть в рок-н-ролл. И потом пришло время, когда я понял, что я не могу играть в сюжетную рок-н-ролл. Мне это неинтересно. И группа получилась, которая играет в не рок-н-роллы. А играет в трилл-тилл-тилл-тилл. А играет в трилл-тилл-тилл-тилл-тилл. А ты что скажешь? Мне кажется, парламент... Я забыл вопрос. Вы сказали, что учились по другим специальностям. Так как давно вы поняли, что музыка – это ваша? И как вы стали группой? Я вот очень быстро понял, что это музыка. У меня одна знакомая сказала, слушай, ну чё ты там? Бадучей корове рога не дадим. Намекая на то, что ты даже не пытайся. Куда там тебе? Я так... Ну это было достаточно оскорбительно. Но в тот момент я ничего не делал. И как бы ни на чём не играл. Это было правда. А потом как-то так всё разокрутилось, что и рога у меня появились на желейках. Так, интересно рассказал. Мне ничего не было. Нет, нет, нет. Ну просто там, как у меня был знакомый, который хотел читать рэп. Представляете? Рэп читать в 90-м году. Давай читать рэп. У нас будет рэп-группа. Вот. И она там говорит, ребята, успокойся. Чего там? Куда вы лезете? Бадучей корове рога не дадим. То, что вы там что-то хотите, не знаете, что у вас там все такое. Можешь ещё раз повторить? Бадучей корове рога не дадим. Это так по-русски. И в то же время рэп. Все время, наверное, не рэп, а хип-группа. Нет, нет, это был рэп. Группа ДА-108, я помню, заслушался. Петя, ты же любишь фаунд from Germany? Питта-лайкс фаунд from Germany. Ребята, нет, Алёша. Алёша, подожди, к тебе вопрос. Ты куда побежал? К тебе вопрос. Я пошёл за волынкой. Что означают огурцы в сумке в концовке клипа про кошку? Пускай у вас это будет своя версия. Пересмотрите ещё один раз, и вы всё поймёте. Это на самом деле не огурцы, это личинки котов. Они когда созреют... Поэтому куча роликов, когда котик пьёт, и когда... Он думает, что он уже переродился. Ты, кстати, первый, кто вот эту связку... Ну, сейчас заметил, что все равно коты боятся огурцов. Понимаешь, неспростат, чтобы туда кот точно не забез там. Just curious, are you all ethnic Russian? We don't know. I think that I am Russian, but my mother, she is Ukrainian. So my father is Russian. So who am I? Russian-Ukrainian, probably. Peter, we don't have Jewish, as far as we know. No, but his grandfather is from Norway, grand-grandfather from Norway. Сегодня я новинку придумал какую-то. Нет, ничего. Его обменяли на собаку какую-то, а он был кузнец. Так, ребята, чтобы... Нас 10 раз попросили яблочко, кстати. From Australia. Нет, яблочко не получится так. Почему не получится? Получится всё, только просто... Вот ещё вопросы, предложение. Смогу играть я на волынке или нет? Ну, так, чтобы не убить вас всех. Можно. Личинки котов, как он написал. Прихожу я обычно домой, и такой раз... Сыграю какая-то что-нибудь для души. Что-то, что-то, что-то. Фирменник для души. Что-то, поставишь трое, или нет? Нет, это что-то. Ой, я уже котом раздумал. Тут как раз вопрос был. Я когда кота показывал, вот, видимо, его кто-то заметил. И говорят, вот этого кота не бьют по пузу. Нет, по пузу его не бьют, но по ушам волынкой шарашат. Дорогие друзья, сейчас будет последняя песня. А что мы споём? Давай яблочко, просить яблочко. Может быть, хорошее было для мамы спеть... А, рачика. Волынки, зря волынку вёз. И хорошее было... Яблочко-то было гораздо больше. Французское тоже. И пророгие. Так что тут... Что, так-то, три песенки сыграем и закончим. Ну, хотите, давайте две сыграем. Это же можем две сыграть. Рачиком закончить. Вообще, прогогие-то там село через каждые пять минут. Да, да. Просил, просил. Нет, на волынке можно играть только одну песню. Две нельзя. Прокота? Ну, про кота будет сложно, мне кажется. Давайте, ребята, быстро решайте, что играем. Уникальная ситуация. Ну, у неё... Ну, здесь для мамы всё-таки рачка стоит, да? Вероятно, да. Давайте яблочко, киже чего. Бэкпайса, вери лауд. Да! Да! Я буду туда отходить. Я буду туда отходить. И, ребята, у вас последняя возможность сделать донейшин к Атава-йо. Андрей Турбин ещё разок говорит ссылочку для донаха. То ли он там засылает... Просто, на всякий случай, я посылаю ещё раз. До Андрюши, господи, голубчик, ничего себе! Два косаря. Ребят, на самом деле, если быть серьёзным, огромное спасибо, что вы поддерживаете. Это деньги, они... Ну, может быть, они продлят как-то наше безбедное существование хотя бы на пару недель. Спасибо. Борис, не было ли у вас мыслей написать музыку на стихи Есенина, например? Честно скажу, у меня были, но не на Есенина, а на Некрасова. Ну, не то, что написать, как бы, Некрасов очень... Вот парадный подъезд по торжественным дням. Мне больше нравится... На самом деле, на Есенина... На Есенина было, но не на Есенина. Не, на Есенина... Московский озорной гуляка, группа ДА-108, они сделали первую версию «Я, Московский озорной гуляка», которая намного лучше была, чем все последующие. Было там достаточно много. Да, да, ты не слышал? Я, Московский озорной гуляка... Подожди, отлично... В песне озорного гуляка, но только она старая уже песня. На этой стихе уже есть. Как машина времени. Нет, машина времени в монгол Шаудан делали московские озорные гуляки. В каком году? Ну, в 90-м году. Нет, это вообще блатная... Старая песня, для Московского озорной гуляка. Нет, была блатная песня. По колодку... Я перепутал. Да, да. Конечно, старая старая. Нет, на самом деле, Есенина... Есенина хулиган. В нём, может быть, и можно найти какую-нибудь песню, ну, какой-то текст, который может делать песню. Может быть... И он, кстати говоря, тоже, он, типа, у него такое, у нас, народное мышление. Чё, наверное? Перекрывайте песню, поглядите. Он близок к народу. А ты пахни на гитаре, громко-негромко? Видите, что... Ого! Ну, чё, мы поём яблочко, да? Яблочко, немножко проверим. Я буду уходить, и когда петь, буду сюда подходить. Я держу. Да, пишут яблочко, жгите! Держите, да? И не уходите, а... Горь срезает абажур. Абажур. Я буду приседать. Я буду приседать, что здесь. Ну, будем петь, а потом буду уходить. Потом будешь уходить? Да. Горь срезает. Эх, яблочко, куточ ты котишься, А мне в рот попадёшь, не воротишься. А мне в рот попадёшь, не воротишься. Эх, яблочко, да на заваленке Продает офицер старый валенки. Эх, яблочко, катись по мережку, Раскупил товар, давай денежку. Раскупил товар, давай денежку. Спекулян, 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 спекулирует. Однородная власть реквизирует. Однородная власть реквизирует. Раскупил товар, давай денежку. Раскупил товар, давай денежку. Эх, яблочко на тарелочке Кому откупи, да кому девочек Кому откупи, да кому девочек Эх, яблочко на тарелочке Полюбила я в арке смелого Эх, яблочко до цвета красного Пойду за Сокола, пойду за Ясного Пойду за Сокола, пойду за Ясного Ни за Ленина, ни за Дросского А за кого? За Матросика Краснофлотского За Матросика Краснофлотского Эх, яблочко на тарелочке Эх, яблочко на тарелочке Я выколю Эх, яблочко, да не докотится А буржуйская власть не воротится А буржуйская власть не воротится Эх, яблочко, да охранное Прижимай кулаков все народное Прижимай кулаков все народное Эх, яблочко, да ты хрустальное А квартира у нас коммунальная А квартира у нас коммунальная Эх, яблочко, буржуйская власть не воротится все от ученика степ-степ ребят слушать ему надо спасибо села что ты танцевал фиге досталось добить добить давайте добьем до второй жизни и будем заканчивать итак подводим итоги сегодняшнего стрима для бабушки для мамы ребята подводим этого не сегодняшнего стрима успела стать бабу насчет жизнь продолжается все хорошо все живы здоровы надеемся что ближайшем будущем все устаканится мы конечно же не ждем что это очень будет быстро но мы готовы ко всему мы надеемся что наша музыка кому-то будет помогать хоть как-то ближайшее время ближайшее время обещаем но это каша все не усугубится сделать большой концерт в удобное время мы скорее всего сделан даже два концерта один детский при нем чтобы детишки могли спокойно посмотреть а другой ночью чтобы в новой зеландии тоже посмотрели на самом деле да действительно будет два старейшего концерта вы следите за информацией мы за недели две об этом зато вас известим это будет концерт с полной боевой выкладкой обязательно с нашими скрипачками с одной или с другой лиц обеими сразу я не знаю как получится что еще спасибо за вопросы спасибо за компанию на самом деле это тоже в качестве итога вот правда 20 06 ника написала работаю в аптеке заходит дома стандартный набор маски антисептики и тут вопрос что у вас слышно но я и выдала а то ваё что еще может играть в аптеке она мне про коронавирус да сейчас подготовимся а вы финалочку сыграете благополучно без остальных музыкантов нет конечно а давайте эту версию которой первым не не хочу с тобой у нас с тобой полноценный будет полифонический момент а а а а а Да давай лучше нет, эту как раз можно Давайте лучше Привет, я из Скотти, Дэвид, привет Друзья, спасибо за поддержку Это очень... Это невероятно, спасибо Кто-то нас спрашивал про Японию, в Японии было офигенски Нам очень понравилось Люди из Японии передавали привет Кто? Японец, наверное Я думал, тебе лично кто-то там написал Привет из Японии, иероглифы сначала Именно, наверное, человек Непонзин хампане Что сказал? Японцы, это круто Японцы рулят, как бы, да? Да Спасибо, что говорили несколько английских Спасибо Извините, что мы не смогли сделать это больше В следующем году мы попытаемся быть больше английских слушателей Или, может быть, не знаю Прочитай вот это еще заключение Как-то заключить никак не получается Вот это Красненькое Красненькое Музыка не имеет borders И это правда Да У меня футбол У меня есть т-shirt У нас есть Это не наш инвенция Вы не думаете, но В последние годы В последние годы Русские В этом году 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 Они не понимают В этом году В этом году В этом году В этом году хорошая вибрация Петрушина, да? Дорогие друзья, последняя песня последняя песня от Атава Йо 28 марта 2020 мы надеемся, что все будет безопасно Ребята, всем здоровья! Атава Йо 28 марта 2020 года Надо было зафиксировать этот день на всякий случай Вот он! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Курочка Курочка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok